было бы клево нравится от начала задает он да так димка надо наверно анхостить даже уже ну в общем то короче ты запустил этот фильтр и в телеку да ну ладно тогда короче что делают так наши сторон собирается час быстренько подождем пацанов ну вот но в общем то как вы понимаете выходим онлайн с гостями человеком который знает про порнуху больше чем вы думали о чем все вру и за потому что дим сколько ты знаешь язык это называть наизусть в алфавитном порядке я с некоторыми даже знаком лично что 2019 такое ну моветон спрашивать а женщинами с мужчинами мы не создаем что за женщина без хуя мы с ним переписывались была была идея у одного бренда это было еще пол в прошлом году и они хотели скопироваться и привести значит джонни синтса в россию чтобы он снялся в какой-то рекламе параллельно было понятно что просто из рекламы его вести нет смысла и и я хотел ему целый криминат такой устроить россии знаешь как привозили когда сашу грей она там и мдк пофоткалась и на тот канал сходил и все прочее и мы даже начали с ним общаться по этому поводу и он загорелся идеей и такой блин я всегда хотел побывать в россии будет круто а потом эти чуваки написали письмо типа сколько хочешь денег и он с этого момента перестал ходить на связь а почему то есть это какой-то вопрос такой типа ну интимный следил по слишком хотя это довольно странно звучит для порно-звезды интимный вопрос может быть он анархист и не верит за идею работает он же фитнес тренер профессиональный серьезно он очень востребованный калифорнии тренер него тренируется куча очень известных людей но вообще по нему видно игры что он знает что делать в качалке ты можешь меня погибать и он такой уже член достает тогда не 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 смысле этот смысле я могу три подхода по шесть раз для тех кто не понимает что здесь происходит мы записываем 134 завтра каст и сегодня в гостях у нас дмитрий колодин бывший сммщик авиасейлс и сейчас я так понимаю что порт хаба проект в россии да там вообще все сложно потому что в авиасейлс я занимался соцсетями email рассылками и некоторыми спецпроектами особо такими выдающимися скажем так с порнхабом по договору я вообще чистить как дженерал консульта типа по россии да да и это если начиналось как работа в комьюнити это очень быстро переросло в состоянии общения средств брендами какими-то которые хотят сделать и сейчас ну собственно прошлого года когда я ушел связь с друзьями мы я работаю фэнси шотт ребята которые раньше работали как продакшен сейчас мы как креативное агентство мы снимаем рекламу иногда клипы но вот от типа основная наверно моя заинтость это ребята которые снимали весь вот там и крутой ленинград кончика сумку бутены и все прочее что там делаешь официально это называется как стратег на самом деле делается вместе но то есть у нас несколько человек это мои старые друзья их признаю там лет 10 митя муравьев основатель фэнси шот мы с ним знакомых уже лет 11 еще задолго того как он вообще начал этим всем заниматься и потом уже я увидел что они начали делать крутые штуки там снимать клипы первого там для группы с клина не по моему снимали такой потом вот эти все самые громкие истории лобутены сумка кольчик и все прочее и мы как-то периодически переписывались я тоже в таиланде и хотели сделать что-нибудь вместе потом пересеклись в киеве на конференции давно не виделись мощно выпили а потом уже встретились в тбилисси когда я как раз ходил с авиасейлс я рассказал об этом митинге и он предложил скал блять чувак не иди мозги мы же давно хотели вместе работать давай этим занялся давай ебаним гуся и сделаем чем классная да и вот уже больше полугода делаю много гуси их уже был вы но так или так или иначе вот нет это даже более такой профессиональный вопрос ты все время периодически зовут на всякие там кит мероприятия поговорить и прочее читать что мы знаешь такая толпа студентов из выше задаем тебе идиотские вопросы вот это мы умеем да это мы умеем и вот мы тебя такие спрашиваем вот смотрим ситуативное самым за который в принципе многие любили и ненавидели тот же сам я в слс вот как так получалось что был такой смелый см в котором ты приходишь и там какую-то совершенно лютую дичь начинаешь делать и иногда то как бы попадаешь струю и все говорят о заебись а то некоторые брут и говорят блин чуваки но это прям черная история вот так нельзя вот как ты понимал что сейчас взлетит или не взлетит вообще никогда не понимал типа абсолютно все истории которые взлетали лично я расценивал наоборот как проходные и сейчас полная хуйня будет какая-нибудь нет реально так и было и начал все это делать очень просто я до этого работал большом агентстве с большими брендами занимался по сути тем же но естественно там 90 процентов моих креативов зарезалась потому что это были бренды типа там балтика карлсберг настле кока-кола и все прочее которые не могут такого себе позволить и агентство было очень крупное которое особо не давало развернуться я туда устроился потому что я уже до этого этим всем занимался и мне хотелось просто пощупать скажем так более мощные инструменты работать с более крупными компаниями посмотреть как все это а потом случился авиасейлс и который скажу что им нравится то что я делаю дальше все было вообще абсолютно просто и в этом плане я видимо сразу понял что место на тот момент было очень хорошее потому что я приехал и первую там например неделю до этом когда собирался что-то запустить ты мне авиасейлс я подходил паши распуть на директор по маркетингу тогда авиасейлс и говорил типа вот слушай я хочу сделать то 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 и где-то раза после третьего мне сказал типа чувак зачем ты у меня все не спрашиваешь типа мы тебя взяли потому что перевод и туда умеешь а мы нет типа делай если не получится не сытая никто не уволит ну типа будем разбирать каждую историю ну то есть условно ты мог пошутить о чем угодно то есть вот например вот какой сейчас инфоповод самый известный родит да то есть билеты великобритании на похороны скидками на здесь процентов типа были какие-то ограничения вообще в плане нет моральному ли какие ни с кем ничего утверждать я был полный карт-бланш но при этом насколько я по крайней мере считаю никогда не съезжала это куда-то прям сильно за грань как бы кто-то там что-то написал но при этом условно про смерть кита флинта мы бы вряд ли что-то стали постить не потому что так нельзя просто потому что нечего в общем-то любой бренд который даже просто сейчас написал там типа репки флинт если ты не музыкальные издания музыкальный лейбл да там напрямую связаны с этим человеком с его творчеством то это будет выглядеть как просто попытка хипануть да а вот яндекс музыка сегодня выложила как раз твит о том что кстати у нас теперь появился дискография горшка можно сказать да да серьезно и такой уже но бы понимаешь я я хочу верить как будто бы мы живем в идеальном мире и типа яндекс музыка просто таким образом завуалировала твит горшок умер на самом деле вот я больше думал о том что был уже куча всяких историй связаны там с политикой с еще какими-то вещами когда там прям авиасейл шутил вообще прямо на грани фола и вот каждый раз сидишь и думаешь так что типа вот за что прилетит по шапке а за что я игра слушай никогда ничего не прилетала типа шутить на грани в этом и суть мы же грани когда как по мнению переходили и у нас было очень как в какой-то момент мы костья нам калиновым просто разговоре вывели совершенно простую схему что мы мы не шутим про кого-то лично мы шутим над какой-то ситуации дурацкой мы шутим над людьми которые делают глупые вещи и при этом мы не цепляемся за абсолютно каждый инфоповод мы мы никогда не выступали просто так мы всегда пытались как-то привязать путешествием если шутка с привязкой к путешествиям или авиабилетом работала мы это делали если нет то нет и никогда не разделяли то есть у нас же сам большой тип на нас гон был когда мы выложили про панамские архивы и путина пост и естественно пришла огромная куча про кремлевских каких-то настроенных чуваков которые начали писать вот могли бы вы так там типовые навальнисты и все дела но они при этом не знали что ровно за две недели до этого была как раз история с навальным и казаками ну когда там казаки тип каких-то пара плюх навальному и был пост насколько я помню просто картинка с казаками с надписью волком о том что летайте но при этом мы этот пост запостили вообще не сразу а только в тот момент когда мы стопроцентно убедились что это ну не было какой-то критичной ситуации никто не получил серьезных травм ну то есть такое раздутое достаточно было нападение но смысле если бы кого-то при этом травмировали или отправили в больницу естественно мы бы не стали меняться потому что ситуация становится уже тяжелее и я это всегда ты праведешь меня начали таскать по всяким конференциям всем прочим и очень круто что ты выше привел в пример потому что я им послезавтра читаю лекции я тебя просто сдашь такой сферический случай которым вот прям попаданию прям четко в точку я это понимал но смотри на самом деле хорошо в этом и штука эти просто закончу такая меня постоянно этот вопрос задают каждый абсолютно каждый раз и я типа где вот как вы определяете грань я всегда объясняю очень просто что мультипа грань у тебя в голове смеяться можно над всем есть куча очень крутых смешных анекдотов про смерть некоторые они не заходят дело не в том что некоторые мы не заходят дело в ситуации эти анекдоты на похоронах рассказывать не будешь но если ты их рассказываешь в другой ситуации сидит с ребятами в байдет они уже работают по-другому здесь тоже самое но смотри ты же берешь это выплескиваешь социальные сети и соответственно там есть большое количество людей которые находятся самых разных контекстах смысловых в данный момент кто-то на работе или кто-то на похоронах кто-то там в пабе и каждый прочитал твой пост совершенно в разном контексте в разным в разных смыслах и ситуациях и каждый воспринял его по-своему и плюс еще у каждого свои собственные какие-то внутренние установки кого-то кто-то поражал над твоим постом а кто-то решил на тебя накатать заяву в прокуратуру и вот как быть с тем что ну там есть какое-то большое количество людей которые очень сильно различаются не подожди ты немного путаешь контекст я имею ввиду что про похороны это то что ну типа ты не будешь ничего постить сейчас там от авиасенс по поводу да там смерти кита флинки то что кто-то при этом находится на похоронах ну это совершенно дурацкое случайность у нас же был так у нас был такой случай и мы реально очень испугались что из-за этого польется говно но люди это действительно казались адекватными если вы помните была история к упал самолет из египта подбили который видно за 24 часа до этого а это же было перед хэллоуином я отправлял рассылку почтовую и все направления обыгрывал текстом под хэллоуин и там был там было спецпредложение в египет и была строчка в рассылке увидеть мумию и умеет но рассылка была отправлена за сутки это было абсолютно дурацкая дерьмовище нашлось ну типа там несколько человек которые прислали в ответ письма а я всегда всем отвечал я совершенно спокойно с ними разговаривал о том что ну типа вы же понимаете что это действительно дурацкое глупое совпадение с которым ничего не сделаешь тему люди же не смотрят на то когда ты отправил они же смотрят но при этом слава слава богу там видно когда отправлены то есть мы не врем что это было за сутки естественно было там пара каких-то поехавших женщин которые залечивали о том что мысли материальные вообще думаете чё пишет и кто-то даже я не помню точно ну из каких-то типа таких вот более или менее популярных старых блогеров в интернете заикнулся о том что вот авиасеус ебанутые что ли и очень быстро точно такие же блогеры ему в комментах объяснили что типа чувак ну ты же видишь типа 23 часа ну не вариант не был блин но конечно этот понятно с гранью всегда очень тяжело но вот как раз в контексте этого я хотел спросить про другую штуку связаны вот с чем что вот очень часто есть интересные примеры и они прям реально действительно часто случаются там в игровой индустрии пищевой и так далее когда на западе совершенно случайно очень быстро начинаются интеракции между брендами там каком титере я начинаю друг на другом там ржать подшучивать там что-то делать его мне интересно это целые реально отделы стоят там которые сидят и такие блин не пизда ничего лишнего короче или же они там тип это как-то все разыгрывают заранее как бы или действительно вообще одну просто там люди способны посидеть так пошутить поугарать там всякие шуточки право собачек придумать как бы и никого не обидеть при этом и все еще и угорают над этим вот как ты считаешь как у них это происходит слушай но это зависит от конкретной ситуации бывает что бренды ну как вот это конечно не бренды но все равно достаточно сильные персональные аккаунты из ты помнишь когда недавно был в твиттере история про типа кто будет режиссером там третьих стражей галактики и все крупные режиссеры начали писать тип вот я предлагаю джеймса ганда это было видно что это честно и абсолютная забава и более того достаточно смелая потому что в голливуде диснея это ёбаная фашистская компания и даже типа вот так пошутив ты в общем-то рискуешь немножко тем пригласят в индустрии это действительно так работает уж какой-то там топ-менеджер диснея просто мог не понять шутку это тебе мой кот вообще на любой фильм независимо от того какой-то режиссер другое дело когда знаешь бы тори особенно российские бренды это очень любят пытаться друг другом общаться друг над другом шутить здесь всегда ну то что я всегда говорил пользователь каким бы он ни был в интернете он всегда видит фальшу на ёбку и когда там такие помнишь были старые истории когда там билайн перекрашивал свой логотип цвет гугла предлагал сделать то же самое и ты как человек из индустрии знаешь что это этим занимается одно агентство это делают люди которые сидят там в одном open space и практически спина к спине и выглядит это все убого и в общем-то это сильно никуда и не расходят все абсолютно крутые штуки это возвращает нас к тому что прошло что ты типа никогда не ожидаешь самые клевые штуки они заходят всегда спонтанно внезапно и охуеваешься ну вот я просто вспоминаю как например какие-нибудь игровые компании начинают там друг друга подъебывать там типа знаешь какая-нибудь sega начинает там какой-то нинтендо и там потом sony вступается и там playstation там microsoft и все начинают друг друга как-то подкалывать но вроде как так вроде смешно но при этом не перегибают как бы я вот думаю вот такие моменты они это все дело координируют или все-таки как-то там действительно просто естественно вся эта история идет вот я не особо не парятся или там кое-что энергет волмарт там например без понятия видишь здесь штука в том что пример тот же геймдев до сравнение с каким-нибудь там microsoft и так далее все равно более молодая и расслабленная ниша где в общем-то отвечать за маркетинг соцсети и все прочее могут такие же там обычные чуваки которые вещают от лица компании просто внутренние реально понимая позицию компании все прочее они тупо не боятся как это было у меня там с до определенного времени в том же microsoft я сам так работает так можно ну точно это не делает рядовой сотрудник мне кажется который постит обычно то есть как минимум там есть какой-то запрос может давайте пишемся ответим так и так сидит целая команда и такая блячу придумать это самое худшее когда они начинают дать говорить что бы нам придумать потому что вот мы обязаны писаться в этот если есть что сказать ты говоришь если нет лучше не знаешь в этом вла не порадовала как это сделано к миру сиди проекты рад они же в последнее время когда они раскручивают свой этот аккаунт собер панка они со всеми общаются гифками я подумал что это вообще идеальный вариант то есть им пишут какую-нибудь херню типа ваш ведьмак был говно и киберпанк будет говно а нему там гифку с котиком до капу чувак это круто у меня была такая история каким-то из постов авиасенс и туда пришел такой как мне потом сказали в свое время популярный а может быть и сейчас радиоведущий александр бунин радио серебряный дождь было и он типа тоже пытался короче что-то обычное мол вы два паренда чё пишите я короче типа расскажу об этом в эфире и я ему вот хуйнул гифку помнишь видео где пародия на батл рэп где короче такие негритянские пацаны охуевает хватает и он в ответ мне короче написал типа все понят и вот эту гифку я использую в эфире как ты собираешься гифку в радио эфир ты ее перескажешь или поэтому ее в микрофон расскажешь ты вот представьте себе постит он мне картинку это какая-то в российская вырезка из какого-то непонятного фильма в котором заслужил в свое время репутацию худшего фильма года потому что именно в этот момент гитлер сказал что ты его любимый фильм понимаете но это можно на самом деле обернуть естественно конечно знаете кто еще пустил гитлер почему гиф первые буквы гифлер югель я там гитлеры фашизм вот это все короче блин я не знаю как это работает в крупных компаниях ну я подозреваю что намного скучнее меня просто очень много раз звали в больших компании я на ходу им сразу говорил типа чуваки вот мы можем с вами так работать что вы мне дадите полный карт-бланш и все никаких утверждений прочь залупы контент-планов того всего они такие нет а чё ебанулся подожди а как спорта вам удалось договориться и но это было очень смешно мне написал ари вконтакте вконтакте серьезно привет тебя есть опыт работы с комьюнити идиотский вопрос очень радовался что они написали мы вообще-то очень быстро договорились я у меня было желание конечно просить но я не стал доебывать потом по моему тиджорнл вообще тогда все почему-то об стали писать это было очень смешно жти по нихуя себе новость ну то есть они штамм медузы тиджо начали писать как нашелся с мальчиков хоть пленде чего они за неделю до этого целую вакансию очевидно было что они найдут странную даша я вот не очень понимаю но вот порнхаб в россии он же был одно время заблокирован вообще у нас раскомнадзор его банил там что по моему на полгода или что такое и вообще для чего развитие в россии они сделают ставку на наш рынок или как слушай я не совсем уверен что скажу точно того же вице-президент компании но насколько я понял все это началось как раз когда разблокировали после блокировки они увидели что ну то есть условно по трафику блокировки в россии планхаб не то что прям сильно просел ощутить они увидели эффект и поняли что очень мощная комьюнити и как бы нужно бы с ним поработать и это действительно оказалось так то есть сейчас там сообществе больше двухсот тысяч человек начали мы с двух тысяч два дождя лишь объяснить реально что такое работа с комьюнити порнхаб это как бы типа пацаны вышел новый фильм как бы или что нет почему но она она же у тебя есть и она раньше не было нигде цен и как казалось она огромные это чуваки готовы им нравится когда у них есть они могут общаться на официальной странице когда они видят какие-то от своего любимого форме сайт и как в принципе на всем порт хаби это работа не обязательно должно быть связано с порнухой потому что панка вообще самый лучший в мире комьюнити даже русскоязычных комментариев контачей ару больше чем от постов которые сам почек потому что там чуваки ну типа знаешь там из последнего я поисту картинку с одним из порно режиссеров и просто с надписью пошло и пиши ну и типа понятно да что это такой популярный задротный мем сейчас контач и чувак в комментариях пишет ну тоже продолжая дальше угорать он пишет пишет девчонки пишите я максим мне 13 лет 14 сантиметров и чувак ему в ответ пишет хуя ты низкий я я наслаждаюсь таких таких комментов много принципе на планхабе если почитаешь комменты по некоторыми роликами ты увидишь там чуваки ваще дико горает есть чувак который делает обзор я вспоминаю реально все эти замечательные мемосы как раз шуточные по поводу того какие там адский комментарий будет знаешь на уровне там типа а какой ты дальше очередной ролик и там чувак пишет типа что блин там такая охренительная супра на заднем плане короче такого-то года блин где можно найти потому что это какое-то там редкое вообще издание этой супра который вообще выпускалась только типа один год в японии всего 100 экземпляров ему говорят блин чувак да это же денвер посмотри как бы туда можно приехать чувак пишет да я даже нашел номер я пробил это этот чувака поеду к нему спрошу можно ли у него купить и там целый такой огромный трет по просто вот я думаю блин ни хрена себе там люди побольше того они там помогают друг другу решить домашку чуваки собирают пати в онлайн и и по поводу да ну то что гриш из из такого там был по моему его все вообще за force одна из самых популярных амоторных актрис мисс банана и в прошлом году она выложила какой-то свой новый ролик получается весной или летом когда годов и в этом ролике в какой-то момент чувак и и значит разворачивает к себе жопой ставить на диван и слева видно что возле дивана стоит коробка от новенькой ps4 pros году форум местами самый популярный коммент падает и чувак пишет ребят я чё единственный заметил это было прям через два три он пишет я чё единственный заметил коробку от плейки с году фор 4 откуда у них время трахаться были я реально помню этот мем и он же прям очень круто разошелся тем более тоже была лимитка году фора которая такая типа очень редкая была и довольно дорогая поэтому там народ такой офигевал по этому поводу слышно смотреть я тогда хотел еще вот что спросить ты на самом деле нотки и хорошо ты в свое время когда работал его sales взял и уехал в таиланд и вот можно сказать еще как это так вот работать в такой довольно расслабленной стране где ты встаешь у тебя жара там был бухло вот это все и так все вообще очень расслаблено как бы тебя вот ну-ка бы нормально было работать или периодически ты такой тепла бля пойду чай ну а почему даже не на чувак когда вокруг тебя все комфорт если ты больше не напрягаешься не по поводу чего ты не переживаешь из-за отсутствия солнца хуевой погоды того что тебе долго добираться и так далее ты работаешь наоборот лучше то и в этом плане вся его расслабленность была в том что количество внешних факторов которые обычно лайку мешает нормально работать да или как его напрягает там было сведено к мини тебе создавали максимально комфортные условия те платили хорошие деньги в общем делали все для того чтобы ты во-первых не парился во вторых тебе давали довольно большую свободу действий отсутствие по сути там какой-то серьезной иерархии чтобы ты мог не просто делать то что умеешь а придумывать еще кучу всякой херни предлагать я тебе могу сказать что работали там все ну то есть доходило того что мы очень часто работали в свободное свое время иногда даже там по условный менеджер да там за это напиздеть уходит в 11 вечера все еще в офисе потому что ну ты не ты должен отдыхать не должен поздно работать так а расскажи про тот видос то замечательные как ты перед жрал ты ты там как вообще не умер это был это был жестко чувак я же делал это не один там еще ко мне присоединилась моя коллега рады который занимается бездевом в авиации мы заказали просто по почте самый острый в мире перец как каролинский жужжнец помог каролин рипер да да он пришел такой в сухом виде в пакетик и мы решили устроить лайф и есть его на камеру и посмотрите будет потому что я на первое строение и мы типа 5 первые два по моим пакетика я съел один и оказалось все достаточно просто поначалу потому что это был сушеный перец кусочками и я его там тупо проглатывал запевает естественников эффект не и когда уже присоединилась рады мы решили что видимо нужно пожевать и мы даже договорились что живем там 15-20 секунд и когда мы начали выживать стало пиздец как жёстко но дело даже не в этом дело в том что когда все закончилось где-то через час начался полный пиздец потому что как выяснилось этот перец особенно в таких количествах он просто не переваривается и он начал действовать уже непосредственно я в какой-то момент был вот в шаге от того чтобы вызывать скорую мой желудок что да но появилась сперва идея поплевать в общем-то 44 захода плевать просто ну ты видишь что этот перец из тебя вот так же этими же самыми кусками и ровно через четыре раза к вам вышел полностью тебя моментально отпускает ну короче я думаю это опасный вот реально я просто я каждый раз когда слышал про каролину риппера мне все мои друзья поскольку у нас общем очень много общих знакомых и все говорят ты посмотри на диме видос давай давай короче я такой типа ну ладно хуй с вами давай мы что-то как-то нахуярились и сидели короче просто вообще в говнину у паши милашевского по моему и что-то короче говорит давай включим короче и там типа гуси все-таки давай давай короче нечет мы сидим смотрим видос я такой ночью а когда 2 что будет и что-то наш короче вы прям реально вот начали жрать это перец и мы такие просто были и сидишь и сука если я сейчас сожжал я был вашим умер там просто но веришь отчасти в этом было ведь авиасейлс то время потому что этот момент просто пришел перец мы написали об этом слаг и через 20 минут вся компания стояла на балконе такие ну чё давай блин а вообще конечно вот эта крутая история чем могу сказать то что я вот реально вспоминаю про авиасейлс каждый раз как раз вот то чего вы там делали вот эти всякие адские истории и плюс вот эта история с перцем это такое просто да наверное может быть там было действительно весело работать это еще слушает есть куча адских историй которых просто никто не знает это просто можно ли это рассказывать потому что таиланд сам понимаешь но и кстати макс ты хотел что-то спросить по поводу у нас тут у нас тут спрашивают а может людям дать подписку на порнхат видимо прокатит нахуя можно разыграть какой премиум вы можете придумать вконтакте сделаем суши у меня такой вопрос вот я как человек который сам занимается видео продакшеном профессионально конечно как гораздо меньше и амбиции и уровень и прочее очень сложно бывает людям объяснять да что понимаете вам реально нужен хороший продакшен типа что вам надо не на бы таком это сраной снимать а там тащить кинокамеру какие-то вещи проявлять еще что-то вот насколько это тяжело на вашем уровне то есть как вы вот заказчиками общаетесь и рассказываете им что вы вообще им нужны потому что но я вот сталкиваюсь очень часто с таким непониманием ну естественно ты когда считаешь метод на проект очень часто у тебя клиент такой говорит смысле я думал ну типа залям можно снять типа лишь у нас нет задачи собрать с кого-то денег потому что из этого большого бюджета рекламного ролика мы не то что берем себе какой-то очень большую сумму наша первоначальная задача снимать в россии рекламу европейского качества это стоит денег и именно это ты объясняешь клиенту и объясняешь это показывает смету объясняю как все работает ну то есть по итогу у тебя все равно на смету где-то всегда видишь на что эти деньги а бывать такое что типа говорят например а чё это за ари какой-то хуяри а не глина канона надо снимать короче ну бывает бывает знаешь там когда вот у нас есть один человек в компании он комментарий свои оставил там типа даже бывать такой что типа на что говорят это нахуя нам тут тигр как у куку тигр зачем нам тебе нам не нужен не но это естественно всегда будет это не арма если если я что-то не умею делать сам да и мне понадобится дом сделать ремонт я дайму там ремонтную бригаду они мне выпишут какую-то большую сумму денег я скажу можете мне объяснить это такие чувак они те говорят у нас есть чувак компании он разбирается и он посмотрел я знаешь так у меня вот батя он короче сказал хуйня ваш нет я стороне меня нормально распишут и покажут что вот это стоит столько-то и столько берем мы вот это они вот то потому что это лучше потому то я спокойно соглашусь это нормально ну тип мы не считаем что клиенты говнятся мы прекрасно понимаем что так так ты только и можешь развить собственно рекламу это по что все то пресс в итоге в то что ты приходишь и говорит что смотреть видите вот заебись сняли видишь да видишь да ну а нахуй на короче и он тебе такой ну ладно давай давай тоже заебись с ними и такой давай 5 миллионов рублей а потом еще десять такую похуй давай короче прошу ты как подождите что есть сейчас разговор не про порнуху был кстати фэнси шот снимает что-нибудь для порнхаб рекламу не снимал а ролики но мы думаем думаем а то есть уже шли переговоры да над тем ну типа есть рекламное агентство европейское занимается рекламой и собственно есть ним контракты поэтому они там без кем не работает блин а вспомнил как меня в свое время на работу хантелей на работу короче и говорят там у нас там айти стартап охренительные вообще компании на кипр короче давай приезжай маркетинг овощих у яркий такой бля ну ладно и мне прямо на и берут агнать типа прям говорят там вот весь спектр работы рубля ты продукты какой ёпта чё за компания не можем сказать ну короче в общем они меня звали на кипр короче говорят у нас там компании вот мы занимаемся проект продуктом который является конкурентом порнхаба знаете они даже меня звали ну там вопросом что они реально они же как бы прям жестко зазывают кабу но они реально до последнего момента тебе не говорят типа чувств про эффект вообще но это странно потому что дело в том что они до по моим предыдущего года вообще забивали хуй маркете пирог в экс-хамстере и в прошлом году начали даже меня пытались ну вот меня как раз тоже звали на причем на к был одновременный такой типа пиар и маркетинг и там на ивенты говорят будешь ездить такой подождите типа зачем ты какие говорит ну там венгрия так и венгрия клево они выгоди нашли я даже знаю как и что там типа у них хорошо пошло все я не знаю понятно ладно дима короче спасибо тебе большое что зашел к нам в гости на самом деле было приятно узнать про как раз таки кубу профессиональную именно часть вот потому что мы обычно все смеху очки знаешь там про перец про smm про шутки про смерти и про вот это все вот а так хоть более-менее теперь понятно чем ты занимаешься а то как бы до сих пор реально даже не всегда было понятно блин клево что что кому-то понятно блин я даже сам думаешь тоже профессионала сам понимаешь вот так или иначе спасибо тебе большое что зашел пожалуйста присылай нам свою аудиодорожку вот мы тогда соответственно будем уже продолжать писать наша стандартно 134 выпуск подкаста вот ты у нас выйдешь через пару дней вместе с подкастом на свободу мы отдадим тебе паспорт да так что вот так что в общем-то слушай и мы будем будем рады еще раз тебя как-нибудь услышать вам спасибо что позвать вы в принципе второй подкаст ну типа один из двух подкастов которые я в принципе до сих пор слушай то подтолкнул у меня даже начать свой подкаст чуть воспользуете роз промо ищите картовый подкаст первый выпуск звуком уже записан я просто меня есть просто куча друзей часть из них даже как-то более или менее известны и я просто планирую ну что-то условно типа как джо рога приглашаю и мы просто козы у тебя первым гостем был по моему руслан из кубик в кубе да 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 я просто как раз переезжал вот момент из питера и мы давно себе записались не подкаст я понял что у меня буквально два дня на это осталось записать говорят получилось неплохо короче пацаны картавый подкаст первый выпуск с русланом из кубиков кубе ищите на просторах саундклауда и остальных всяких систем и слушайте в общем-то спасибо большое дим колодину что-то дошел до нас если кто-то вы еще не понял кто это был это был дмитрий колодин из свое время авиасейлса сейчас из порнхаба и замечательной компании fancy shot которые снимают клипы в том числе для ленинграда и куча различных других артистов и брендов да только клевые видео а лучшее видео спасибо тебе большое присылай коммунити на свою аудиодорожку там zip файли google доки драйве там или в яндекс диске как тебе будет удобно всем спасибо тебе большое так ну и пацаны если вдруг вы не знаете что вы сейчас здесь делаете это в общем-то завтра каст 4 да и мы с вами разговариваем так уж получается про говно и мочу на вообще на самом деле про технологии медиа игры и так далее вот с нами был дмитрий колодин мы только что его представили а начнем мы наш подкаст с приветствия почему с приветствия с рекламы потому что потому что приветствия это важно ты мне сам говорил что сначала мы называем название говорим что чуваки это сто тридцать четвертый выпуск подкаста 134 недели почти что подряд ну да больше но почти что мы выходим в эфир и кто это мы это конечно же я ваш ведущий дмитрий зомбак по левую руку от меня сидит максим зарецкий здравствуйте максимка здравствуйте издалека казани а через одного тиму а через одного да через максимку сидит сидит тимурчик си фирмлюков я долго учил его фамилию но 134 выпуска это вполне достаточно для того чтобы выучить его фамилию вот и это наш штатный маркетолог и вообще очень хороший да здравствуйте мальчик здравствуй максим здравствуйте всем здравствуйте ну раз уж я маркетолог давайте начнем с рекламы пацаны его за строков стопить занесли господи и как вы могли догадаться пальпа коронной шутки занесли чемодан ого да пацаны наш извечный спонсор компания пан чемодан за что огромное спасибо поверила в нас потому что от них внезапно от нас полились заказы как ни странно в общем-то опять нам занесла и просит вам сообщить пацаны что на дворе 8 марта практически купить свой любимый чемодан наконец собрала вещи уехала до чемоданов напоминаю вам что там как бы история сумками потому что если у вас там мама бабушка тетя девушка жена сестра хочет сумку внезапно то вы можете собственно пойти пан чемодан ей там ее купить и по промо коду завтра каста вы опять же до конца месяца получите скидку 25 процентов причем если вдруг у какого-то предмет который вам понравилось есть скидон там на 5 процентов 10 там 15 20 процентов если вы примените промо код то этот пром но это скидка будет добита до 25 процентов так что вы в любом случае подойдете ну смысле в любом случае получите вот и это очень круто и заносите пану чемодану потому что пан чемодан занес нам понимаете спасибо им за это большое спасибо ребят слушайте но давайте обсудим лучшую новость недели просто сам я напоминаю вам что каждый раз когда ты говоришь про nintendo switch о боже ты опять начал каждый раз когда ты говоришь про nintendo switch и так и говоришь ну ну все уже лежит два месяца уже прямо вот покрыта пылью надо продавать игре и вот и сейчас вот сейчас сейчас выгодится выйдет smash brothers ты такой да я вообще срать ебал короче это подожди сейчас выйдут покемоны ты такой то как какие покемоны короче вот сейчас прям выйду покемоны короче пацаны вот те самые вот сейчас выйдут покемоны вот покемон сорт покемон шил покемоны были он богом он ганн мэйс покемон базука короче выходит в 2019 году на самом деле просто покемон сорт и покемон шил покемон меч и покемон щит я могу сказать что в этом какой-то эфемизм меня меня очень конечно свое время удивило просто реально очень сильно удивило та история что в общем-то nintendo switch уже два года но то есть как бы два раза продал купил как бы как бы два года это много и за два года могло выйти до хера всего и покемоны вышли только сейчас мне кажется тоже должен быть есть еще одни покемоны но это не те это не те а есть еще одни покемоны нормальные полноценные покемоны покемон сорт и покемон щит вот серьезно это вот сокращенно с сорт он щит будет покемон ss играть покемонов не бросим да и 2 2 молнии это символ пикачу в общем понимаешь друзья да 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 ну пишут что это не основная ветка ну как это не основная если основная это основная ветка но там же до этого выходить давайте давайте признаем честно парни мы нихуя не разбираемся в покемонах поэтому я могу сказать так что наконец-то на свече вышла игра ради которой люди будут покупать свеч потому что за последние два года этих игр было что-то больно мало вот ради которых стоит именно купить свеч то есть была зельда был марио были для любителей марио против кроликов а в общем то все остальное то где ну то есть как бы я смотрю там в условный е-шопа там только инди 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 которая может быть как как это дополнительная стоимость да то есть как бы игры которые ты в нагрузку покупаешь к чему-то наконец-то вышел smash brothers который в америке очень популярен это было в декабре по моему вот и сейчас выйдут покемона так что я думаю что это сильно и очень сильно подстегнет продажи свеча по камере в америке точно не знаю что у нас у нас покемоны традиционно не слишком были популярны хотя вот pokemon go например на мобилах мне казалось какой-то просто безумие было творилось когда он выходил помнишь да он и сейчас очень популярна это редкая игра которая взорвалась определенный момент широко в медиа поле и и как-то не слова временем то есть да она из медиа поле активного ушла но при этом огромная комьюнити как с ингрессом свое время тоже то же самое произошло то есть мы не обращаем внимание на ингресс потому что мы очень занятые люди нам не до компания в телефонах а ингресс до сих пор страшно популярен и народ не говорю рубит там бромни комьюнити который уже много лет гоняют там вместе играют у них я нам да вдруг может мы в ингресс другой день поиграем знаешь такая снежная буря же что один маркетолог церкви уже пропиарил покемонов так что на этом можно оставить будем аккуратно с покемонами давайте но ребят давайте лучше поговорим еще вот про что что покемоны это прекрасно два года nintendo switch это тоже круто очень хорошо идет консоль переносная консоль nintendo switch а знаете какая переносная консоль прекратил свое существование так какая playstation вид к сожалению ее перестали производить вообще не хоронили виду порвали два баян да я могу сказать что конечно вид прожила долгую жизнь потому что она сколько там лет девять и производили с 11 года и и делали то есть это сколько восемь лет на и на самом деле я могу сказать что у меня до сих пор лежит вита самая стартовая солид экраном еще и конечно я вспоминаю моменты когда я писал в твиттере тогда что playstation vita у меня живет в uncharted golden abyss всего четыре с половиной часа и мне все тыкали пальцем говорят уебищная консоль хуйня ебучая а потом ты играешь такой два с половиной часа в skyrim на свече эти говорят это нормально портативной консоли ну ты чё ну да ты говоришь бляд у меня четыре с половиной часа вот жила типа не не это все хуйня это все хуйня тут у тут же у тебя нормальный полноценные игры я вспоминаю что блин узнаете наверно видите тоже были полноценные игры как бы и нормальную консоль была хорошая но ее погубило как раз то что не но они сами не смогли сделать то что смогу смогли сделать на свече потому что они не смогли выпускать полноценно периодически хорошие нормальные большие игры а поток индюшатины который туда полился просто дичайший поток индюшатины как раз таки консоль не спас но знаете что же но вот я хочу просто закончить подождение моих мыслей что именно то что сейчас делает нинтендо вот со свечом спасло виту в японии потому что в японии огромное количество оригинальных тайтлов которые выходили одновременно и на ps3 на виту и одновременно на ps4 на виту они как раз поддерживали интерес к консоли очень длительное время вот до сих пор как бы до нынешнего времени а в европе и в сша почему-то не выпускали те же самые игры но правда не стали просто более комплексными а у тебя когда очень неудобное управление нет подсоединения к телевизору и нету там триггеров грубо говоря то есть у тебя неполноценное такое же управление как на геймпаде вот это конечно погубило нету знаешь еще что погубило отчасти и кстати нинка в итоге sony разошлись как море корабли это тот факт что и нинка и sony примерно на одном отрезке времени если ты вспомнишь и разрывались между двумя платформами нинка не могла тянуть настольную свою систему под телевизор большую свою новую а sony не могла тянуть портативных тоже не разрывались у одних было ps4 ps3 а у других было 3ds и где-то там еще свич на горизонте и итоге нинка решила да ну нахер эту историю с тем чтобы стягаться с ps4 азоне сказать да ну нахер этот портатив мы сконцентрируемся на домашней консоли и как то вот так вот получилось они просто можно сказать органично эту нишу поделили между собой но ты знаешь я могу сказать так что мне виду жалко но она свою отжила и и я боюсь что sony с текущим ее фокусом ресурсами конечно не потянет еще одну консоль вот и а nintendo вещь не может потянуть домашнюю консоль но зато они взяли по сути совместили все самые лучшие своих домашних консолей и все самые лучшие своих портативных консолей да ну то есть они совместили 3ds view типа и получился она ну и в общем то пацаны ладно вита просвету тупый респект все вот димка я хотел чтобы ты может быть зачитал донат потому что мы очень много запасное время прислали кроме совсем уж оскорбительных и грустных потому что их тоже прислали вот ты учись так значит все как обычно сложно придумать за 150 рублей будет ли рестрим на youtube следующих выпусках или это исключение нет не будет да да папара папу зарян чувак только твич теперь только хардкор окс малый нас на 205 рублей добрый вечер товарищи привет тебя один из бандаренко нас 300 рублей тем добрый вечер спешил или номерной я думаю что часть с димой мы вставим в середину подкаста когда он будет смонтирован но видео-версия останется все так как есть днк 811 на 120 рубля спасибо тебе он фоне тони занес 134 рубля где же у вас ристрим на порнхаб если бы это было возможно я бы с удовольствием бы сделал ну да и кассир заезды за сколько можно заносить у меня сегодня ровно год как я заношу и пока бабки есть буду заносить люблю вас дураки а мы тебя любим кассиры спасибо большое но пацаны мы двигаемся к нашим классные новости вы сами понимаете потому что фил спенсер как обычно знаете перестал пить таблетки тимурчик мы обсуждали микрофон до записи мы обсуждали что строка скатился в какую-то постоянных хейтерство то свит хуй сосет то xbox хуй сосет подожди я только что сказал что вид было классно то sony хуй сосет но этого редко но неважно тоже бывает иногда пока хуй сосет все хуй сосет просто надоел он серьезно давай ты про фил спенсера скажешь просто что он немного альтернативно умный фил спенсер есть типичная история настоящего на штаба барина вот в россии есть такой наш когда приходит какой-нибудь владелец сети как его зовут как его зовут михалков или там приходит и такой типа да у вас тут все хуйня ебучая блять а я сейчас сделаю просто но нахуй короче ему знаешь такое говорится может тебе пиарщика там нанять нет он такой то я сам все умею нахуй мне перчик короче и вот тот же самый фил спенсер приходит играть я щас тут вообще всех на самом деле в этот раз он ничего такого прям особо смешного не говорил но он дал интервью журнал pc gamer в котором сказал такие очень общие слова по поводу того что пока для нас все еще приоритетная платформа мы очень сильно планируем делать на нее и игры и делать на нее нормальный магазин наконец-то потому что магазин было прям три вопроса и вся история с филом как бы могла бы пройти мимо нас потому что интервью на самом деле довольно реально просто проходное но он сказал одну единственную фразу его спросили что насчет релиза игр с xbox релиза игр с xbox на steam он сказал что мы подумаем об этом то есть it's a good question something we spend a lot of time thinking for except i expect us to share more details of our plans soon у меня возникает впечатление что во первых игры вот мы прошлом подкасте обсуждали что возможно это не факт но возможно игры с иксбокса будут идти на пока так вот возможно они будут продаваться еще и в стиме потому что собственный магазин не оправдал ожиданий а делать новый магазин с нуля вряд ли microsoft будет поэтому возникает вполне логичный вопрос что как бы где-то они будут эти игры продавать вопрос в том где в каком магазине отвечает александр друзь в том где 30 процентов забирают или сколько там было семь нет восемь одиннадцать одиннадцать вопрос том с кем макрософт договориться потому что я не верю в то что макрософт может сделать свой собственный магазин и переделать его собственно полностью мне кажется ну у них один раз уже не получилось так что второй раз на тоже не очень получится короче намеки вот эти вот которые дают фил спенсер они каждый раз они вот тебе надо прям из его интервью прям крупицы информации доставать и так думать что что же в этот раз имел ввиду фил к чему он это сказал пишет может быть сценарий балмера попросил skype а ему взяли купили skype да возможно на самом деле интересная история в этом же плане меня спрашивал комментарии по этому поводу что вы же курсе да что мой макрософт уходит из россии да да но и что там типа цены они начали устанавливать долларах и сейчас не оборажило как кто-то вчера мне картинку прислал в твиттере чувак какой-то зашел в microsoft store что-то купил за там четыре тысячи рублей а в этот xbox live gold на четыре тысячи рублей купил написали спасибо что подписали свою карту мы с ними с вас четыре тысячи долларов каждый раз закончится ну естественно ошибка сняли то четыре тысячи но все равно как бы хотя вот что сказать что на самом-то деле я сегодня подетальнее углубился ситуацию могу сказать что несмотря на то что многие региональные цены пропадут ну там типа особенно на индюшать и напомните как все люди аватарками мастер chief ходили и говорили а у нас игры стоит чуть-чуть дороже каждый рублей дороже чем стиме конечно но дешевле чем psn ты такой ну хорошо вот такой нет ты не понял сильно дешевле чем psn такой ты такой да думал окей хорошо вот но тут конечно такого не будет но пацаны в долларах то а дешевле чем psn там реально да там получается так что типа у тебя условно вся а теперь 3900 рублей лучше в пояса не считается в евро здесь не считаются в долларах и долларах в итоге по сути тебе все равно в любом случае получается чуть-чуть выгоднее потому что условно новое а стоит не 4 400 а 3 900 то есть ты чуть-чуть экономишь дима теканешься ровно те деньги которые ты на который ты покупаешь стиме эту же игру 6 евро хочу купить виду чисто под стриминг игры space 4 я дурак чисто если телевизор занят да да почему как лучше стримить на ноутбук с геймпад но потому что да есть ремонт play он работает кстати он лучше намного работать чем на витя только если ты собираешься использовать ремонт play мой совет как человека который его часто используют не пожёбься купи за по моему 50 долларов донгл соневский для дон шелка такой специальный и у тебя во первых с этим долгом будет нативная поддержка беспроводная в собственно в ремонт play а во вторых у тебя активируется аудиокодекс sony который передает звук в геймпад потому что пока даже через bluetooth донгл не работает эта технология вот без этого свистка ну вот я обычно работ по-другому все делаю я просто втыкаю проводом с микро юсб тебе ты же наушники то не втыкаешь я наушники в такая в ноут ну или как вариант да слушайте я тут еще пока мы не убежали далеко от этой темы microsoft на других платформах хотел совершенно один одним предложением затронуть еще одну новость тут в портфолио одной студии которая занималась майкрософтом когда-то играми для windows мобайл помните такую так перспективную форму нам сказали что она убьет android и она и убила до себя героические бросилась на нее и мячи просто кинул попала так сказать под прекрасный огонь и просто ну да 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 героически погибло да у них нашли очень интересный момент что они скорее всего летом выпустят для веса андроида free-to-play new force motorsport нет и вы знаете мне это все напоминает такую аккуратную стратегию майкрософта по уходу в принципе в third party то есть потихонечку полигонечку шаг за шагом мы будем хала 6 играть на playstation 5 я уверен что нет и что они выпустят ее все-таки на тех платформах с которыми они нормально дружат это будет скорее всего пока xbox one какой-то более-менее новый и на стриминге я не верю что стриминг будет доступен на playstation но по крайней мере на всяких андроидах там android tv и прочих таких вещах там на там ios может быть вот там да может быть а так я думаю что на playstation и точно этого не будет итоге точно но давайте еще и вот что скажем что у нас ближайшее время должна выйти игра которую я очень жду и это не ты какая это мод power for 2 дело в том что а то есть подожди то есть про хайл инфид мы говорить не будем а ты хотела что-то хотел сказать про нее просто вы ничего так не начали я такой сижу что нужно когда почему на самом деле скил инфинит такая история что опять же все лезет в одно предложение не обязательно это разворачивать в отдельную тему что его инфинит во первых будет с колопом на четверг и но сделать удивленные глаза потому что хиво никогда не был колопа а второй момент вот он уже куда интереснее что это будет ребут серии и там интересная такая фраза спирича у ребут то есть что это значит то есть это будет софт договорились же уже что это будет рпг ну смысл это не будет играли от destiny а не дабы скорее всего не про жанр я сейчас про вообще вселенную то есть потому что вы ведь не следите к счастью а я вот как большой фанат вселенной хейло немножко расстраиваюсь потому что с хейло 5 они ее завели в очень такую серьезную жопу сюжетно и и достаточно сложно разрулить потому что но она реально в заднице там просто адское количество говна навернули в сеттинге и мне очень интересно то есть они пойдут по году фору и ну вот по линии голову фор и просто уведут это максимально далеко от событий пятой части настолько далеко чтобы это было неважно или второй вариант они ну просто перезагрузят нахер всю вселенную в плане вора и начнут с чистого леса это будет в общем предпочтительным я думаю что они сделают вид что просто 4 4 до части и 5 просто не существует но это было бы очень логично на самом деле потому что к сожалению но microsoft знаете вот эта вся история она мне напоминает то что люди которые тебе год назад или даже два года назад говорили о том что хэл опять от лучшая игра в мире они как бы не перевелись так-то но скажем так они снизили очень сильно градус дискуссии и больше этот вопрос не возникает даже в среди фанатов что четвертая и пятая часть это по сути провальные части хэлла к сожалению большому моему но это так я так и не поиграл таки в холл 5 4 прошел но мне в 4 понравилось что они развилиют лор с этими чуваками древними и я даже пошел после 4 части почитать и все забыл но я тогда тогда я почитал на про арбитра что-то вот этих всяких чуваков а чего ты не забыл вот расскажите мурча никто из нас не забыл давай я помню оружие там приклад нет я про другую тему про другую тему я так что говорю что modern warfare 2 я даже пошел недавно купил его когда были очередные скидки так и вместо 1200 рублей я купил его за 70 рублей modern warfare 2 в xbox live пошел поиграл вспомнил что вот действительно круто но я вспомнил почему я ненавидел call of duty на xbox 360 потому что там пинг на уровне ты выстрелил пятью патронами в чувака выяснилось что ни один из таких патронов него не попал несмотря на то что визуально в тушу они влетели пинг одна секунда и ты такой просто до печальни как-то в это я же еще играл у меня я причем плохая новость тимур если ты любил мультиплеер то там его не будет ну нет не совсем так дело в том что тут в одном из рейтингов по-моему и срб перед в пиге как бы европейском рейтинге засветилась modern warfare 2 кампейн то вишь соответственно ее однополе синглская сингловая часть да да но не факт это не значит что не будет мультиплеера потому что например для modern warfare 1 мультиплеер выпустили и меня больше если честно интересует другое если выпустят modern warfare 2 мультиплеер им вообще нужно выпускать в этот год call of duty друг ты очень зря потому что мне мне кажется что все эти мультиплееры слишком сильно устарели я тебя могу сказать что я поигра в modern warfare 2 он не то что не устарел он просто идеально играется кроме вот пинга который просто херовый потому что это вот xbox 360 и где мало людей играет он он очень круто играется просто то это очень хороший call of duty слушай я тебе больше скажу раздавали же в плюс а че ремастер сейчас его будут раздавать среду очень ну точнее да его сейчас среду будут раздавать и я у тебя на двойке дим его забрал и ты знаешь там охренительно большое количество людей в него играет и я даже больше тебе скажу то есть вот infinite warfare которому он был на изоленте прикручен как костыль в infinite warfare меньше людей сейчас играет чем в ремастер 4 я с удовольствием среду выскочаю пойду поиграю в infinite warfare был охуительный сингл да и очень говеный мультиплеер который был просто невозможно играть я помню из каких-то роликов что там была ульта что ты мог превратиться в кибер собаку и бегать и и на этом мое знакомство с ним закончилось так ладно хорошо справедливо ладно пацаны тогда короче у нас больше технологически интересная новость я не знаю знаете ли вы такую историю что такое типа как протокол канарейка а да есть в технологических компаниях есть такая ерунда американских имеется ввиду технологических компаниях есть такая ерунда как уоррент от правительства то есть правительство запрашивает твои данные вполне себе официально и большинство технологических компаний как бы не обязаны по закону тебя как бы информировать о том что правительство захотел твои собственные данные точнее даже не так оно не имеет права тебе говорить о том что правительство твои данные запрашивает но при этом закон не запрещает делать им наоборот как это происходит допустим компания делает специальный сайт на который ты заходишь и там написано сегодня правительство не запрашивала ваши данные запрашивала ваши данные завтра написано сегодня правительство не запрашивала ваши данные после завтра написано сегодня правительство не запрашивала ваши данные а через неделю внезапно все эти посты в нем пропадают тут то ты смекаешь что в общем то что то наверное кто-то запросил раз больше таких постов нету так вот это называется Канареечным таким Уведомлением Протокол канарейка активирован Это как В шахтах Шахтеры таскали с собой канарейку Что если вдруг внезапно где-то Запах газа, метан, канарейка первая умирает Значит надо валить из этой шахты То есть такой типа предупреждения Вот поэтому назвали Кеннери Уоррен Так вот, тут Наш сиден, Клаудфлэр Который используется, насколько мне известно Где-то 70% сайтов Рунета Если Если не больше И тот именно сиден, который Время от времени банит Роскомнадзор Кладя все остальные сайты вместе взяты Они сказали, что чуваки Мы вынуждены Ну то есть это тоже такой большой намек Мы Вынуждены как бы Сообщать вам Когда Кто-то Не запрашивает ваши Данные Поэтому мы Сделаем специальную историю Что Мол Никто не запрашивал ваши ключи От ССЛ Сертификата Никто не хотел Вклиниться в вашу сеть Никто не хотел Убрать часть материалов С вашего сайта Из-за политических Каких-то претензий И так далее И так далее И так далее Я вот эту статью читаю Думаю Да, это все хорошо Конечно, замечательно На фоне Той истерии Которая сейчас в США По поводу Прайвеси Развивается Это все очень Замечательно И с точки зрения CloudFlare Наверное Отличная Маркетинговая история Но Мне интересно Вот с таким заявлением Как скоро их забанят В России Как Как скоро Роскомнадзор скажет Что чуваки Давайте вы как бы Вы все-таки будете Сообщать И не надо что говорить Клиентам Ну как бы Ну камон Не, я думаю Что такого не будет Потому что у нас Не очень умные В этом плане Роскомнадзор И они не догадаются Докопаться до такого А тем более Что здесь не до чего Докопаться Ну формально Ты же не можешь Блин Докопаться Что-то А что тебе ничего Не спрашивали Понимаешь? Ну ты же понимаешь Что это Двоякая история Я понимаю Но я думаю Что ничего не произойдет Я уверен Что ничего такого Не будет Слушайте Ну я Хотел еще Вот про что поговорить Довольно интересная статья Была Ее можно было бы Запихнуть в статьи На самом-то деле Но Как бы Я хотел про нее поговорить Так Буквально тоже Вскользь Мимолетно Потому что Это мысли Которые я периодически Очень много думаю В современном мире Тут Исследователи В Великобритании Они произвели Довольно интересный Эксперимент Причем Его Произвел Очень известный Фотограф Вместе со Следователями Это Известный Фотограф Ранкин Если вы вдруг Не знаете Как бы Это Один из Так скажем Родоначальников Фэшн фотографии Вообще То есть Это чувак Который фотографировал Как бы Начиная от Всяких Там Красивых Эротических Фотографий И заканчивая Елизаветой Второй Вот Не вместе Не вместе Не надо Короче Это Это Очень известный Фотограф Если вы Просто наберете Через Кей Ранкин То вы Можете найти Просто Тучу Фотографии И как бы Он Очень известный Чувак Он Очень хорошая Мысль Высказывает О которой Я сам Задумаюсь О том Что люди Из социальных Медиа Последнее Время Стали Очень сильно Озабочены Своей Так скажем Персоной Персоной В философском Смысле Этого слова О том Что Как ты Себя Представляешь Каким Ты себя Представляешь В социальных Медиа Тот Образ Себя Которую Ты строишь И Насколько Он соответствует Ральности Он Произвел Эксперимент Сфотографировал 15 британских Подростков Причем Таких Более-менее И симпатичных И несимпатичных И страшненьких Ну то есть Просто Обычных Подростков Буквально Вот с улицы И предложил Им Помощь Своей Фотостудии И сказал Типа Что Если хотите Подправить Что-нибудь В себе До того Как мы Опубликуем Эти фотографии То вы Можете Типа Подправить Все Что Хотите И Типа Как бы Эти Подростки Они Управляли Типа Ну по сути Руками Дизайнеров И говорили Что Подправьте Мне вот это Вот это И вот то И вот так Вот и нос И волосы И глаза Шеи И он Пытался Понять До какого Момента Подростки Будут Это делать И Суть в том Что Большинство Во-первых Ни один из них Не Отказался От того Чтобы поправить Себя А во-вторых Большая часть Из них Поправила Свои лица Настолько Что они Стали Вообще Не похожи На себя И Он приходит К довольно Правильному Выводу О том Что Люди Современные Именно Настолько Зависимы От Вот этого Образа Своего Которые Они пытаются Выстроить В онлайне Что Они Часто Очень Сильно Замыкаются От Людей Ну В том Плане Как Как Показать Действительно Настоящий Свой Образ И Я Замечаю Очень Часто Например Когда У меня Есть Какие-то Знакомые Которые Там Пустят В Инстаграме Например Там Своих Друзей И Там Типа Ты Смотришь Красивые Фотки У Людей Ну Просто Там Типа Классно Фот Потом Смотришь На Них И Думаешь Блин Нихрена Си Еще Там Типа Ребята Какие-то Прикольные Там Типа Это Два Разных Человек Вообще А Ты Знаешь На Что Смотри Не Попуя Лили Перила Понимаешь Это Тут Где-то Умерла Шутка Про То Что Лицо Вам Могут Поправить И в чертам И в Абсолютно Бесплатно Вот Ну Ты Знаешь Я Действительно Это Замечаю То Мне По Долгу Служба Поскольку Я Работаю С Два Очень Много Было Случаев Когда Ой А я А я На Эту Фотографию Какая Не Такая Как Инстаграме А вы Не Могли Удалить Там Все Такое Прочее Ну Там Подходите Канат И Это Очень Странно Потому Что Ну Сорян Ты Сегодня Не Накрасилась Как бы И Вообще Тебя Снимали Ты Не Центр Мира Красавица Но Бли Вообще Массов На Мероприятии Я Про Это Вспомнил О Том Что В США И Корее Сейчас Дико Популярно Делать Пластические Операции Чтобы Сделать Саму Себя Ближе К Тому Образу Которые Девушка Или Парень Выстраивают В Инстаграме То Есть Они Там Условно Пользуются Всякими Фейсетюнами Всякими Фильтрами Масками И Прочими И Они Хотят Чтобы В реальности Они Выглядят Так же Как Они Выглядят В Инстаграме Вот И Вот Это Знаешь Такая Типа Обратная Связь Как Это Перевернутая Меня Если Честно Все Больше Пугает То Что Я Пытаюсь Понять Например Какими Будут Вот Эти Люди Будущего Через Десять Лет Когда Люди Будут Элементарно Бояться Показать Своё Лицо Вживую Потому Что Блин Ты выходишь На улицу И Ты Боишься Блин Тебя Жречи Никто Не Узнает Знаешь Когда Начнется Самая Страшная Вещь Когда Фурьёбы Доберутся До Пластической Хирургии Ой Ладно Пацаны Фурьёбы Но Короче Так или Иначе Мы Оставим Ссылку На Эксперимент В Наших Шовноутах Везде Вы Сможете Сами Посмотреть Но Я могу Сказать Что Для Реальной Жизни Так же В Саратов Я могу Сказать Что Когда К нам Приходили Несколько Человек На Нашу Встречу Именно Нескать Человек Нам Подходили И Говорили Типа Что А Я Ну Короче Пацаны О чем Мы Еще Хотели Классно Поговорить Слушайте Давайте Поговорим Про Другие Другие Важные Свойства Внешности Например Продлину Вашего Достоинства У нас Партхаб Сегодня Тут Фанком Компания Знаменитая По игре Где Можно Слайдером Крутить Размер Письки И сиськи Фанком Она Делает Коман Экзайлс Она Неожиданно Для Абсолютно Всех По дюне Дэнни Вильнева Той самой Которые Сейчас Снимаются Практически Идеальным Каким-то Запредельно Звездным Кастом И Контракт Был Подписан Напрямую С киностудией В Этендере Выйдут Игры На ПК И Консолях То есть Будет Мультиплатформерный Релиз И сейчас Они Говорят Про то Что Одна Игра Точно Мультиплеерная В открытом Мире Они Ее Уже Делают Год Как И Я Просто Думаю Что Там Слайдером Будет Просто Размер Твоего Песчаного Червяря На самом деле Меня Пугает В этой Истории То Что Три Игры На Хуя Три Игры Ну Смотри Логично А Мобильная ММО И Говно Какой Да Нет Но На самом Деле Я Думаю Все Три Говно Лойка Такая Если Судить По Тому Как Они Франшизу Конана Развивают То Есть Они Выпустят Одну Игру Вот Этого Аля Конана Экзайл Которая Игра Сервис Одну Игру Они Сделают Одиночную Там Где-то Уже Это Проскакивало В Слухах Что Они Работают Именно Сингловой Игрой И Третья Игра Я Думаю Они Будут Идиотами Хотя Это Фанком Они Не Очень Умные Если Они Не Капитализируют Наследие Дюны Как РТС То есть Если Они Выпустят Какую РТС По Дюне И В Том Читая Для Мобилов Назовут Дюна 2 Ремейк Да Был бы Неплохо Да И Это Будет Классно И Это Меня Радует Потому Что Во-первых Есть Лицензии На Книжную Дюню И Никто Не Мешает Если Проект Залетит Понимаешь Это Все Замечательно Макс Ну Просто Понимаешь Это Фанком Дай им Блядь Сил Хотя бы Одну Игру Доделать Ну Три Игры Ну Серьезно Ну То есть Надо Оценивать Свои силы Как-то Более Или Менее А то Получается Что У них Блядь Мы Не доделываем Кон Нэкзелос Просто Бросаем Его На середине Разработки Все До свидания Давайте Изерли Аксесса Сразу В релиз То есть Он выходит Блядь Глючной Херовый И Недоделанный И мы Будем Типа Пилить Да Дальше Теперь Мы будем Дюну Все До свидания Кон Нэкзелос Мы Теперь По дюне Будем Делать Игры Ну Как Это Не знаю Это Я Не верю Короче Что Это Получится Хорошая Игры Но Я Верю В то Что Вот Эта Кто Тебя Не просит Лицензировать Киношную Ты можешь Просто Лицензию На книги Купить Отдельно То же самое Было Кстати С Властелином Колец Потому что Был Властелин Колец Киношный По Питеру Джексона В играх А был Властелин Колец Книжный Который Покупали У Толкина Стейт Права И В общем-то Выходили Неплохие Игры Я просто Про то Что Вселенная Дюна Среди Всех Книжных Как Вселенная Гарри Поттера Для меня Тайна Поскольку Это Две Два Сеттинга Которые Идеально Подходят Чтобы Лепить По ним Видеоигры Там уже Даже Готовые Механики Прописанные Фракции Прописанные Трения Какие-то Я недавно Смотрел Видосик На Ютубе Где чувак Вспоминает Типа Forgotten Gems То есть Игры Которые Про которые Никто не знает Но они В своем В каком-то смысле Шедевральные Да И он вспоминает Дюну Которая Просто Дюна Не Которая Дюна 2 Битва За Ракис Которая Мы все знаем Типа Это Стратежка А вот Которая Типа Аля Квест И Она Вышла Под Досом Где-то Году 92 Или 93 Очень Давно Насколько Сильно Она Отличается От Квестов И От Всего Прочего Я Советую Вам Ролик По-моему Так и Называется Forgotten James Dune Можете В ютубе Найти И Позветь Что там И как А то Что у нас Более Популярно Это Конечно Apex Legends Apex Legends Орех Господи Отвратительное Орех Отвратительное Название В русском Языке Всегда Название Которое Хотя бы Частично Похоже На Кириллицу Сразу Какое-то Получит Отвратительное Название Апекс Опекс Да Если бы Назвался Опекс То Вообще Прям Идентичный Прям И очевидно Короче Apex Legends Отчитались О том Что 50 Миллионов Игроков У нее Играет Это За первый Месяц Показатель Просто Адовый Поскольку У Фортнайта В свое Время Было По-моему Что-то Около 15 Что-ли Очень Быстро Растет Гораздо Быстрее Чем Фортнайт Прикол В том Что В Фортнайте Сейчас Выходит Новый Сезон И Если Смотреть Например Статистику Твича То Апекс Ледженд Смотрят Больше Чем Фортнайт И Это Звоночек По Которому Эпик Геймс Должны Так Чисто Что-то Напрячься Должны Тут Правильно Говорят Аналитики О том Что Понимаете Фортнайт Был Первым В своем Роде Который Открыт Для многих Игроков Вообще Такого Рода Жанр Игр Батл Рояль Причем Фритуплей Батл Рояль Который Ты можешь Пойти Скачать Прыгнуть Поиграть С друзьями А Доказывать То же Самое Апексу Не нужно Ему Просто Нужно Скач А мы Как Фортнайт Тоже Батл Рояль И тоже Бесплатно Только Веселее И все Такие О А мы Знаем Как Это Типа Да 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 Вот Я Фортнайт Играл Что-то Типа Фортнайта Типа Понимаешь Я думаю Что На этом Может быть И им Удается Давать Результаты Которые Сейчас На данный Момент Выглядят Лучше Чем У Фортнайта И при этом Жуге Хорошо Это Который Дэниел Ахмат Он был У нас Советуем С ним Выпуск Послушать Дэниел Ахмат При этом Очень здравую Вещь Отметил Которую Почему-то Все такие Радостные Отчеты Умалчивают Он же Говорит Что Но вы Учтите Сейчас Фортнайт Играет 200 миллионов И во многом Эта цифра Достигнута Благодаря тому Что Фортнайт Есть На мобилах А Ореха На мобилах Нет И пока У Ореха Не будет Мобильного Релиза В каком-то Виде В виде Такой же Игры Или В виде Игры Попроще Но мы Не можем Говорить О том Что Орех Достигнет Таких Цифр Потому что Само Количество Потенциальных Девайсов Ниже Тут еще Момент Который Довольно Редко Обсуждается Окей Хорошо У тебя 50 миллионов Человек Играет Бесплатную Игру Это все Замечательно И прекрасно А какое Количество Донатов Потому что В Фортнайте Так же Как В Фортнайте Я честно Сказать Сомневаюсь А ты Сомневаешься Почему Ну потому что Там по сути Сейчас нету Того За что Ты можешь Донатить Ты можешь Купить Ты можешь Купить Двух героев И купить Лутбоксы В которых Подают шкурки А так Вот каких-то Эпических Там типа Сетов Из которых Ты просто Вот прям Берешь И прям Кошелево Достаешь И вот так Начинаешь Деньги Отчитывать Такого Нету Знаешь Чего Что Нету Этих Нету По сути Скинов Каких-то Таких Как В Овервотче Которые Прям Сильно Существенно Отличаются От базового Героя Такого Что Ты прям Грубо говоря У тебя есть Элитных Скинов Ты про Элитных Скинов Говоришь Элитные Скины Должны Этого Пока Нет Но Тут Узамбелла Спрашивали Твиттере Типа Мол Чувак Когда появится Батлпасс Или как он там называется Я забыл Ну короче Типа Батлпасс Боевой пропуск Да Когда он появится Когда появится Элитные Скины Ему говорят Чуваки Мы только Месяц Как запустились Дайте нам Поработать Блядь Это может Примерно Так же Говорил С Radical Heights Клип Ближинский Мы только Запустили Все Твоя игра Мир 2 Да Тут Скорости Высочайшие Ну с Орехом Так не будет Потому что Игра Все таки Она хорошая Вы кстати Заметили Как Fortnite Хорошо спиздил Вообще Все фишки Которые были В Орехе Они просто Один в один Они добавили туда Респауны Добавили Не добавят А добавили Вот с новым сезоном Добавили Маяки Но И добавили туда Те самые маркеры То есть Ты теперь тоже Можешь ставить маркеры Как в Орехе Но 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 Про маркеры говорят Они Добавили их в игру В ноябре Они просто Их не активировали Они были Внутри игры Маркеры Еще в ноябре Потому что Раскопали страницу Ноябрьскую Русскую В том числе Об управлении И там В управлении Было написано Типа Пометить врага Типа Средние клавиши мыши Вот Это было Реально в ноябре Просто они ее не делали Ну то есть Не считали нужным Это делать Ну хорошо Допустим У них появится Все то же Что в Орехе Просто вот Один в один будет Все вообще Просто то же самое Какая игра Будет более популярной Как вы думаете Не будет Потому что Орех во первых От первого лица Так А во вторых Там очень много Завязано На вот это Знаешь Так Акробатическую Мустер Побеги И мультиклассовость Как бы Что каждый Что-то свое Такое делает Да Как мы шутили Что чувак Остреляет Что он превращается В девятиэтажку Ну это да Слушай Говоря Кстати Про Фортнайт Если уж мы Затронули тему Баттл Рояли То с Фортнайтом Тоже Интересные истории Продолжают происходить Но не очень хорошие На Эпик Геймс Опять подают Суд за танец На сей раз Это Значит Танец Который использовали Танцоры В рамках Ранинг Мэн Челлендж И Вот эта вся История С танцами Фортнайта Я У нас ссылка Будет В шоунотах На Абердже Есть хорошая Очень статья Она называется Я вот даже Сейчас переведу Она называется Типа Вот эти все Иски К Фортнайту По поводу танцев Это плохо Для закона О копирайте И культуре В целом И Там Очень хороший Поинт Автор Рассказывает О том Что да Конечно Вы можете Стрясти деньги С жадной Корпорации Но Понимаете Это элемент Поп-культура Вы не можете Поставить на него Копирайте С той точки зрения Что но Это просто абсурдно Потому что Потом Когда вы будете Танцевать Копирать Пролетит вам Да Это обоюдно Острый меч Тем более Что на западе В отличие от России Прецедентное право И поэтому Ну ребят Вы конечно Понятно Ваше желание Заработать Но вы не перебирайте Пожалуйста Потому что Вы нахер Разрушите нам Всю кубкультуру Таким образом Потому что На запчете Правильно пишут Из них Что перебиваю Рекламируйте Свой код Эпика Пацаны Завтра Каст Завтра Если вы что-то Покупаете В эпик Геймстор Добавьте В реферальный Код Слово Завтра Каст И вы получите Ничего А мы что-то Получим Да 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 Это выгодно Это кстати Очень Очень Забавная История То что Реально Знаешь Там Они не дают Никакими Ники Скидки Не Таким Там Вы получите Моральное Удовлетворение То что Помогли Завтра Каст А себе Купили Скин Фортнайте Или что Вы там Покупаете В метро Короче Такая Вот История Ну раз Мы начали Повинуться Я не проживал Ну простите Я сказал Ой я щас Приду Давай Давай Начинай Дело в том Что Тут внезапно Крис Авелон Пришел И сказал Я Пришел Ну на самом деле Он просто сказал Что он закончил Писать сценарий Для Игры Которую Делают По Star Wars Респаунд Энтертемент И Все такие Что Как бы Да А он Реально Оказывается Работал На сценарии И Игра Напоминаю Вам Через полгода Примерно Ну почти Через год Вот Так что Ждите ее А еще Хорошая вам Классная штука Пацаны Не то что Инсайт Но это просто Интересная новость Дело в том Что Для Death Stranding Полностью Закончили Все Делать Войсовер И Ну соответственно Все перформанс Капчера И прочее И приступили К ее Озвучке На разные языки Включая Японский И это значит Что Ну в игре Уже все Уже готовы Все диалоги То есть Уже все готово Так что Я не уверен Что конечно Игра Выйдет Там В 2019 Году Но Экспериментальные Там Типа Осенние Ой Весенние Зимние Какой-нибудь Период 2020 Февраля И там 22 февраля Да Вполне Может выйти На самом деле Поэтому Давайте ждем И Держим кулачки За бурята Будем надеяться Что все получится На самом деле Я очень хочу Чтобы у бурят Все получилось Потому что Еще одна новость Которую можно тут Привязать Нет наших шоу-нот Я очень скучаю По Metal Gear И по стелс-экшенам Вообще Такого классического Формата Тут в Японии На неделю Вышел Left Alive Где кстати Арт-директор МГС Помогал С ртом Йодзи Синкава Я очень эту игру ждал Потому что Я понимал Что это будет Ну низкобюджетное Что-то такое Японское Но она смотрелась Как такой МГС Лайт В роликах Я очень расстраивался Потому что Японцы Которые Ну как мы знаем Они не очень Изысканно в своих вкусах Скажем прям Они жрут Любое говно Если оно В общем-то Отвечает Каким-то фанбойским задачам Они игру засрали Они говорят Блин Ну это вообще Какая-то адская Лютая параша И на японском На японских Ритейловых сайтах Этот проект Продает уже С 50% скидкой Хотя ему там Несколько дней И вот это вот Очень грустно На самом деле Парни Прям вообще Вы про что Про Life to Life? Да Я могу сказать Что Не очень Я могу сказать Что он оказался Не очень Все игрожуры пишут Что это как-то удивительно А как так может быть Что он оказался Не очень Такое ощущение Что трейлер Смотрел только один я Там по трейлеру Все было понятно Я даже помню Историю Когда мы В нашем чатике Обсуждали Что типа Стоит ли писать Новости про Life to Life Я пишу сразу Ну это же говно Ну мы и прекратили Упределенный момент Ну ты же понимаешь Что на самом деле Есть большое количество людей Которые внезапно Выходит Какая-нибудь игра Знаешь там Типа Far Cry 5 И все такие Говорят Да блядь Оно внезапно Оказалось Не очень Не путай Тимур Три пола игры Могут оказаться Не очень Потому что Они так работают То есть Хер его знает Что людям зайдет Что людям не зайдет Хорошо Darksiders 3 Внезапно Как бы Внизу Оказалось Не очень Но Иногда ты смотришь На игру И по ней Иногда Смотришь на игру И по ней Видно что она Говно Ну то есть Вот Ты даже Гадалки не ходи Ты просто видишь Что она сделана За 3 копейки Она сделана Херово И Ее ничто не исправит Ну то есть Вот По крайней мере Там условно С трейлера Создается такое впечатление Это происходит Чаще чем ты думаешь Ну то есть Как бы Такое Слушайте Давайте поговорим Про будущее Что нас ждет В айфоне Даже не в следующем Короче пацаны А через один Макс Вот ты хотел Как я так понимаю Рассказать Потому что я так не понял В чем прикол Я расскажу Да Коротко Без технической мутаты А технической мутаты Много Есть протокол USB Вы все им пользуетесь Вы все его знаете Так И у него есть конкурирующий протокол Который с ним Имеет прямые терки Это протокол Thunderbolt Который пушит Intel Который пушит Ну подожди Какие прямые терки Если они уже Даже взаимно Совместивые Вот я Сейчас это и хотел сказать Вот зачем ты спойлеришь И до сих пор У них были терки Они конкурировали У меня Это мне создало Жуткую головную боль В работе Потому что я использую Внешние платы Видеозахвата Для SDI камеры Они есть Под Thunderbolt Отдельно И отдельно Под USB И это очень неудобно И короче Наконец Эту ебаторию Извините Меня за мат Прекращает Самым консорциум USB Они выкатили Примерные Первичные Характеристики Протокол USB 4 Который заменит USB 3.2 И в USB 4 Да там выше Скорость Два раза Бла-бла-бла Вот эта вся херня Которая на самом деле Никому на практике Неинтересна Но Очень важно Они добавили туда Полную обратную Совместимость С протоколом Thunderbolt 3 И теперь условно Если вы втыкаете Свой Apple девайс По USB-C С USB 4 Естественно В какое-то устройство USB 4 Которое поддерживает У вас Полная совместимость По картинке По LAN И по прочим Таким вещам Которые Протоколы раньше Поддерживали Ненативно Между собой Это очень круто Потому что На самом деле Очень многие Сейчас думают Что этот шаг Сделан не потому что Они очень хотят Дружить с Thunderbolt А потому что Apple реально подумывает Запихнуть USB-C В свои девайсы На 20-й год Я могу сказать Что пройдет полгода Apple представит Thunderbolt 4 Который будет Ни с чем Несовместим Который будет Иметь разъем В виде Восьмиконечной Звездочки Нет На самом деле Наверное Так не будет Потому что Thunderbolt Основной Все-таки Зачинатель Протоколы Интел И он Вписался В USB-4 Но я Вполне Ожидаю Что не В этом году А в следующем Году Выйдут Айфоны Выйдут Айпады И выйдет Какие-то Макбуки Которые уже Будут Полностью На USB-4 И у нас Наконец-то Появится Вот некий Единый Порт Для всех Даже Айпад Новый С USB-7 Даже Там же Новый Прошек Она же Поддерживает Кучу Неочевидных Девайсов Говорят Там Клавиатуры Там Камеры И прочие Штуки Которые Народ Типа Даже Не ожидал Что Можно Почти Все Работает Только Не Работают Устройства Хранения Но Это Связано Не С Протокол А С Тем Что Без У С него у нее другая логика работы своей системе вот и все это правда слышите ребят но перед тем как мы начнем наш замечательный кусочек про то как мы говорим про то что нам понравилось или не понравилось мы хотели вам сказать что нам еще заднесли и дело в том что мы сейчас расскажем про такую штуку который наверное на русском русском рынке подкастов еще не делал никто мы такими будем первооткрывателями первопроходцами будем надеяться что в общем то эта история как-то взлетит потому что наш рынок постепенно развивается и становится все больше лучше и к нам начинает относиться серьезней и в общем то такая своеобразная веха нас на 134 выпуске завтра каста вот дело в том что нам занесли денег тинькофф банк и по сути можно сказать что нашим генеральным спонсором стал тинькофф банк причем мы с ними делаем специальный проект и он довольно интересный он заключается в том что мы на долгосрочной основе запускаем с ними спецпроект по тинькофф инвестиции чтобы вы понимали что это такое сейчас как вы помните многие вкладывали с бетховена если вдруг не поняли люди прогорели на бетховенах и многие думали о том что ну типа чего вообще куда деньги вкладывать вот в том числе я могу сказать что я сам тоже думал об этом я помню ты покупал биткоины кстати да у тебя я могу сказать что все были спущены на наркотики шутка на алкоголь да оружие уже готовится устраивать революцию но они на самом деле все лежат ждут своего часа что может быть когда-нибудь бетховена все-таки поднимется вот но суть не в этом суть в том что мы запускаем спецпроект в рамках которого у нас есть определенный бюджет мы сделали бюджет разделили по-братски так получил что у меня 25 тысяч рублей у макса 25 тысяч рублей и у димы 30 как у старшего брата мы решили сделать следующим образом мы взяли и каждый из нас купил так сразу сформировал портфель акционный в рамках приложения тинькофф банк инвестиций в рамках которому каждый из нас купили совершенно разные портфели и мы решили что будем теперь смотреть в общем-то в течение какого-то времени там условно каждый месяц как у нас эти портфели поживают вот и соответственно если вдруг что-то мы будем эти портфели корректировать корректировать мы будем их следующим образом во первых раз какое-то время нам будут помогать ребята из тайников банка и подсказывать типа что вот вы еблозавры типа там сделали на нем уже сказали это они нам еще до того как мы вложили да и в общем то мы хотим просить вас если кто-то из вас вообще-то разбирается во всей этой истории присылайте нам в общем то свои советы по поводу того ну аргументированные советы например что типа какая-то там компания сейчас должна читаться у них там супер крутые выручки там вот это все типа вы лучше вложитесь в них у нас на самом деле бюджет небольшой но кто знает как все это повернется вполне возможно что может быть мы там нормально заработаем что-то а может быть и нет ну вот и давайте мы расскажем во первых про портфели про нашу я могу сказать что димка у нас решил вдарить по классике я могу сказать что мы поделили наши портфели кстати если кто и не знает это выглядит следующим образом вот вы на айфоне ставите приложение инвестиции туда вносите определенную сумму на брокерский счет и после этого можете покупать акции и все что хотите так вот мы разделили наши активы таким образом что максимка берет что хочет но по рекомендациям банка да тимур берет вообще что хочет он у нас рисковый парень я решил еще иностранные компании да 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 а я самый такой консерватор то есть у меня прям вот по по классике я беру то что рекомендуют аналитики банка и плюс-минус я добавляю себе может быть там пару-тройку акций на оставшийся счет так вот я нажал кнопочку здесь называется робот который формирует тебе портфель инвестиций вводишь сумму которую ты хочешь положить на брокерский счет я вбел 30 тысяч рублей он мне посчитал что единственный портфель который я могу создать это на 19 тысяч и посоветовал мне купить акции камаза газпром нефти аэрофлота мтс сбербанка как ни странно и одна единственная несчастная акция яндекса одна единственная несчастная я смотрю так стоит что она совсем не несчастная яндексы кстати очень дорогие я кстати знаете вот для меня это свое время откроение потому что я никогда в жизни не занимался инвестициями именно в акции мне всегда было интересно сколько стоит акция ну то есть я думал что ну там акция стоит там 5000 долларов ну там примерно да акция допустим аэрофлота стоит 98 рублей если что я когда формировал свой инвест портфель я решил ну блин я же хитрый я же еврей я в netflix я зашел а вот там одна акция стоит больше чем весь мой инвест портфель лет короче я вложился вот в то что мне порекомендовали у меня было тридцать тысяч рублей после того как я вложился там сверху вот здесь вот в приложении показывается стоимость этого портфеля у меня получилось 29 там типа 800 ну то минус комиссии прочее ерунда и дальше вот то что мне в этом приложении адски не нравится я не нашел кнопку где это отключить она в реальном времени показывает как твоими твоим портфелем торгуют ну то есть там условно какие-то акции падают да какие-то акции падают нет я вот сидел я клянусь я час наверное сидел и пырил в эту ерунду потому что мои тридцать тысяч рублей получили 100 в 28 29 и вот торговый день сегодня закончился и по сути у меня у меня прибыль я 165 рублей заработал на сегодняшний день я могу сказать что да из нашей из нашей троицы я единственный кто заработал денег потому что я кто кто больше всего вырос еще процент там же процентов показывается как ни странно яндекс и это удивительно потому что ведь целый день он вот он падал и вот я заработал эндексе аж 173 рубля пишет там нинтенды нет там netflix все там есть просто вопрос том сколько стоит одна акция я посмотрел сколько стоит я хотел купить акции apple не всегда было интересно стать акционером apple знаете сколько стоит акции apple как вы думаете ну то есть 70 долларов 12 тысяч рублей они все время как раз 1 что за счет того что помнишь они в 10 раз снизили стоимость акции и они таким образом снизили порога позволили большему количеству людей как раз таки и купить так но макс ну ты у нас я так понимаю что пошел купил целую пачку я целую водокачку я решил не распыляться на компании то есть если у нас дима покупал на акции компании тимур я решил взять акции торгуемых на бирже фондов gtf так называемые их сам тинькофф нам рекомендовал я в этом плане рекомендацию послушался я купил на 19000 рублей акции китайских компаний которые вот я сейчас могу прям в приложении сказать что они от торгуют акциями alibaba bank of china tincent а чайна mobile других китайских больших корпораций ты покупаешь как бы вот такие опционы на фондах до пакеты которыми в общем-то торгуются если вы ни хрена не понимаете в gtf я так скажу вот смотрите вот есть акция apple стоит 12 тысяч рублей 1 вы можете теоретически купить но у вас допустим нет 12 тысяч рублей вас есть 5 вы можете купить в принципе вот этот gtf в которой вы получаете по сути 0,1 от одной акции apple причем она разделена там между другими компаниями там айтишными типа того то есть такой фонд и короче говоря я заработал 14 рублей сегодня я вложу туда 18 почти 19000 минус брокерская комиссия и это единственное что у меня выросла потом я взял три казначейские облигации сша они нифига не сдвинулись госдолг макси поскольку у меня еще кстати зря потому что огромное количество валютных резервов россии было вложено тоже американский бригад я даже не спорю тимур я знаю это прям прям хорошо а на оставшиеся деньги я взял потому что надо было куда-то вот небольшую сумму в 5 назначил в тысячу в тысячу рублей пристроить я купил 10 акций р фото и они в общем-то упали на рубль но я должен сказать что gtf это очень хороший вариант если вы вообще ни хрена не понимаете в рынке акций потому что во первых да хорошо вам робот самого приложения это рассказывает то есть что вот это gtf надо покупать это gtf не надо покупать и пока что все что я видел сегодня она в общем-то сходится с советами самого тинькова а во-вторых это хороший вариант если вы не хотите выбирать какую-то компанию из конкретной страны хотите просто ну вложиться в какой-то рынке а тимур чек-то еще слушать я поступил знаете такой типа я сейчас пойду мажор на такой типа я плюю на рекомендации я сам лучшую у вас короче пошел купил я акции крупных компаний которые я посмотрел как бы как они за год ну там туда-сюда но более-менее есть тенденция какая-то хотя бы хоть хоть какая-то кросс то естественно не стал брать никаких компаний игровых потому что мы уже все прочитали статьи о том что игровые компании в жопе даже если они растут знаешь это даже можно это даже можно просто вот в самом приложении ты заходишь там условно какой-нибудь blizzard или активизм blizzard или там допустим просто там и вот ты смотришь там можно выбрать типа месяц полгода год и что за все время что такое короче активизм blizzard и нинка также в общем-то по траектории себя ведет просто смешно я короче пошел купил во первых акции apple как раз я теперь как смешно то есть у нас тимур мало того что владелец биткоинов так еще и акционеры сяоми ты не купил купил одну акцию 21 век fox на фоне того как сейчас собственно дисней покупает у них явно есть тенденция ну там просто собственно сама одна акция диснея теперь я поддерживаю семитский режим спрашивает когда sony купите вы знаете я хотя я кстати даже не искал я не искал я я пошел решил купить ради прикола энергетических компаний потому что вижу что они сейчас там растут на фоне всех вот этих вот историй с состояние было энерджи как этот возобновлен энергии это все купил двух компаний там одна энерджи трансфер lp а вторая часа пик energy corporation вот и она не там мало по общей сложности там действительно там 30 долларов и там 32 доллара ну то есть это вообще копейки но портфель такой сформировал как раз тоже вот на там условно 25 тысяч рублей а те кто вообще не понимаешь что такое портфель и нахера его делить дело в том что мы все знаем старую поговорку о том что не надо класть яйца в одну корзину не надо вкладываться в одну единственную компанию apple и вбухивать туда все свои деньги надеюсь что все 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 будет замечательно и прекрасно хер вы знаете что будет завтра с apple поэтому стоит их распределить по разным секторам экономики может быть в одном секторе у вас будет все хорошо в другом секторе все плохо так далее тому подобное в отличие от димы и максима у меня полная пиздосик откровенно что-то люди но смотри у меня практически все упало за сегодня на один на один процент кроме apple который вы и я могу сказать что пока что у меня там типа не очень вот но будем смотреть подожди но у тебя в итоге в конце дня то сколько у меня самое главное у меня картину портит моя старая инвестиция то что я начал пользоваться тюрьков инвестиции декабре и купил тогда на на росте акции группы пик и мне тогда все говорили у них сейчас просто пиздос я такой ну ладно короче давай куплю я тогда купил и приобрели весь декабрь росло прям типа в январе росла просто вниз полетел я так ну ладно хорошо вот но мне говорят что там все равно все будет классно поэтому типа тимур сидишь в общем-то пацаны чем мы хотели сказать что мы три дилетанта который вообще не разбираются вот мы будем в течение определенного времени собственно сейчас там раз в какое-то время к этому возвращаться рассказывать вам как у нас дела мы сделаем мы пока пытаемся понимать как технологически правильно это реализовать но мы сделаем обязательно страничку у нас на сайте где мы покажем свои портфели собственно как мы их покупали по какой-то обличку сделаем да да и типа чтобы было понятно что сейчас с этими портфелями стал в общем-то я могу сказать что это долгосрочная история так что не думайте что вот мы сегодня заработали 165 рублей только я и типа мы в плюсе на самом деле ни хера подобного мы будем смотреть я думаю что мы посмотрим наверное в течение полугода может и года что там будет и как это в итоге произойдет сделаем на сайте отдельную страничку будете на ней следить в каждом подкасте будем говорить что вот вот за этот месяц за эту неделю я там типа вырос на столько-то я там просрался на столько-то и так далее чтобы примерно понимали как это работает потому что мы сами в этом не разбираемся нам время от времени дают советы сотрудники тиньков банка но могу сказать что советы были чуваки может вы это не будете париться у вас всего лишь 30 тысяч рублей мы такие блин кстати да тут надо сказать очень важную вещь которую вам само приложение говорит когда вы его собственно уже используете да вы можете как бы закинуть туда небольшую сумму и что-то с этого поиметь но для настоящей эффективности а сами банк рекомендует 100000 ну потому что формально и сам банк и многие специалисты говорят о том что акции это как хороший способ диверсифицировать свое свои накопления когда ты там что-то кладешь на депозиты у тебя там условно там 7 8 9 процентов там годовых там 6 или меньше даже вот или ты можешь на акциях вы потенциально заработать там 10 15 20 процентов и вот там есть у теськи это накопление там ты можешь положить то есть но ребят на самом деле вы можете пробовать вместе с нами можете не пробовать можете за нами наблюдать как бы но в общем то если вы захотите открыть счет счета может открыть совершенно бесплатно и особенно если вы уже являетесь и ну там клиентам тинькова банков для вас это очень легко сделать он от вас ничего не требует пока вы не начнете какие-либо операции вот момент когда начинаете в общем-то пользоваться операциями вас обслуживание начнет будет стоить 100 рублей в месяц но если воспользуетесь кодом завтра free яка звучит завтра free так и звучит или пройдете по ссылке которая называется ну что вы можете зайти к нам в шоу ноуты на и найти эту ссылку вот и если вы пройдете по ней то вас полгода будет бесплатно обслуживание то есть вы можете соответственно как бы избежать участие обычных людей которые просто напросто просто регаются там и просто получают как бы с первых же вот как я это сделал я в декабре зарегался и тут же получил себе комиссию в 100 рублей вот а вы можете соответственно этого избежать поэтому пацаны регайтесь по нашей ссылке получать себе счет получайте бесплатно обслуживание и соответственно можете экспериментировать с нами если у вас есть что сказать полезного типа пацаны все хуйня давай сначала вкладывайте xiaomi и в российские вертолеты как бы поэтому давайте пацаны пишите нам с обоснованиями мы обязательно послушаем и самые интересные мы где-то этому через месяц когда будем еще раз так типа рассказывать вам чё куда как у нас происходит когда мы будем менять наши портфели я думаю что через месяц полтора мы точно что-то по захотим самые интересные ваши какие-то там предположения и советы мы обязательно зачитаем там типа поблагодарим и даже попробуем последовать так же да слушай а вот я хотела спросить а чего вы ждете чего ждете через месяц какую картинку я могу сказать что так как я консерватора и у меня самый низко не ну как это не низко рисковые да низко рисковые даже вложения я жду на самом деле что у меня все подрастет где-нибудь на тысячу на 2 рублей то есть они и я не думаю что там будет какие-то бешеные бабки я вообще даже и тысячу я честно даже не ожидаю я рассчитываю что то я вложил тридцатку и вот будет там допустим 31 это мой план на следующий месяц то есть как бы плюс 1000 рублей посмотрим получится или не получится портфель и менять за этот месяц не буду у тимур чека возможно что все подрастет а возможно все наоборот пойдет уж него очень высокий риск единственно что трамп не сойдет с ума я думаю что это произойдет рано или поздно а а у максимки у него нечто среднее поэтому вот максимкой станцию на плоской картине да на самом деле с максимкой самое непонятное что с ним произойдет потому что он вроде как взял и тф так что там все все раскидано по нескольким разным компаниям посмотрим что будет такие дела я нет имел виду парни сейчас тебя лишат платинового пишет надо было сложиться и коллективно распределять сумму они каждому по 25-30 но также не интересно короче пацаны в общем будем вам рассказывать как у нас проходит дела ну и собственно нам кажется что это первый действительно интересный проект долгосрочный подобного рода тем более с крупным клиентом у подкастов вот поэтому пацаны подкасты подтягивайтесь давайте чтобы у всех было классно какие-то крутые истории к нам приходили какие-нибудь ягуары говорили берите наши машины айбурно да да илон маск позвонил лично максимке и сказал это не хочешь тесла нормально попробуйте не хотите там в интернете а ты выйди со мной раз на раз они в ладно пацаны давайте расскажем про то что мы действительно поделаны на неделю и что у нас действительно классно я могу сказать что я всю неделю играл вантом но вам наверно будет очень скучно слушать третий раз про него дошел ты дошел до куда куда я туда я не прошел сюжетку я еще не прошел тоже можно скопироваться я дошел до момента где мать и раз делится на троих я только что прошел на этот момент так что можем сейчас закончим подкаст поиграем но я думаю чтобы у него бесполезно разговаривать потому что ну антом на любителям уже это поняли с ними что сделать нельзя в него можно играть довольно долго и адективно но при этом если ты ты хочешь прямо поговорить такого рода игры то ты хочешь про него поговорить или нет я просто хотел сказать ничего что но я очень боюсь что ансом это игра который очень быстро все бросит играть так и будет как я могу сказать что у меня знакомые приятели которые играют час фантом они уже почти выбили в нем платину а то есть сколько там тарань или пошла я могу сказать что то есть народ выбил там себе почти платина и они бросились эта ситуация как с первой дивизион то есть часть народа такие самые преданные фанаты они останутся но большинство людей бросит ее очень быстро и даже те истории что типа а я куплю через два месяца нет ты не купишь и через полгода ты и не купишь про эту игру просто забудут через месяц-другой потому что мне кажется что она очень сильно на любителя и сюжетная часть не клёво сделано мне очень понравилась сюжетная часть и даже геймплейная она очень клевая но вот этот момент с лором и однообразными миссиями это но это не переделать к сожалению мне нравится картинка когда знаешь девочка утопает в бассейне и мама держит другую девочку так типа над водой или знаешь вот этого девочка над водой это apax legends а утопающая девочка это собственно м хорошо а мама это ей да да ты чё-то посмотрел дим на неделю да я посмотрел я посмотрел такой сериал который называется проект синяя книга вообще слышал про эту историю про синюю книгу я знаю про синих книг синегаля вообще-то знаешь что такое спасибо тимур простите пожалуйста нормально нормально я пытаюсь проглотить извиняю чуть не подавился просто пармезан не понимаете все уже вложился в инвестиции с пармезану тимура все могу себе позволить за сто шестьдесят пять рублей камон у меня просто мама приехала из италии привезла мне кучу всего включая пармезану и там бриозолу и так далее обмазываюсь просто продуктами короче в америке сороковых годах упала якобы летающая тарелка в розу или вы же слышали про эту историю я надеюсь 47 год так вот после этого начался бум летающих тарелок то есть люди сообщали военным полиции и всем прочим что вот чуваки у нас летает какая-то непонятная херня наверное это русские это русские летают и хотят нас разбомбить ну потому что была холодная война и в общем то понятно почему это происходило такая массовая истерия была но и вся эта история она могла бы пройти мимо если бы правительство сша не подумала а вдруг в этом что-то есть а вдруг это не русские ракеты летают сверхсекретные а действительно что-то непонятное они организовали такой проект среди американских военных назывался project blue book то есть проекте не книга ну и у нас перевели этот сериал как зашифровано или или засекречено как-то короче идиотский перевод совершенно но на кинопоиске кстати правильно написано что проекте не книга так вот этот сериал он по сути паразитирует на формуле секретных материалов вы смотрели секретный материал ссорием да там история в следующем то есть происходит какая-то непонятная ебанина тебе эту непонятную ебанину показывают от первого лица типа от лица свидетелей дальше на место приезжают бравые фбр-овцы там но в данном случае военные смотрят где же ебанина где ебанина нет ебанина смотрят проверяют нет нифига и как водится один скептик другой типа такой верующий в инопланетную херню это был бы очень хороший сериал если бы не одно но его снимали канадцы а это значит что это значит что у него довольно маленький бюджет он не очень то такой как бы хороший он такой довольно примитивный но макс тебе понравится эта история ты же не смотрел игру престолов да я не слежу там главный герой играет мизинец который за игры престолов он играет там профессора а тебе он знаком по роли помнишь который бэйна допрашивал фбр да да он мне знаком еще поэтому по quantum break да 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 вот это единственное отдушина в этом сериале а так я посмотрел в семь или сколько там 8 серий этого сериала и вот они все однообразные то есть все абсолютно по одинаковой кальке сделано то есть приходит происходит какая-то херня они приезжают на место разбираются выясняется что это был там условно метеозонд или там знаю там шаровая молния или там что угодно но только не инопланетяне в конце получается вот это поворот что это как бы ну как бы инопланетяне но но нет и уезжают дальше в закат все серия заканчивается и так все серии абсолютно на то есть этот сериал смотришь и наверное если вам абсолютно нечего смотреть проекции не книга посмотреть можно но я могу сказать что мне наскучило очень быстро и если ты если ты видел секретные материалы то такой сериал тебе смотреть но просто не хочется и единственный минус то что единственный плюс его то что он более-менее новый такие дела так что у меня носит 2200 непросмотренных серий так как найти время на синюю книгу просто не смотреть не находить времени не тратить его на синюю книгу я хотел сказать что как бы раз уж мы говорим про синюю книгу вот я посмотрел тут фильм класс таким описанием лучше аниме я согласен короче я посмотрел тут как клановица вот это black clansman фильм черный клана спайк ли просто найти там все прям очень жестко его пиарили на оскаре все говорит что спайк ли должен обязательно получить просто вот свою награду прям вот обязан и все-таки прям фильм сильный фильм через кого прозвучит слова но дайте на три знаешь я могу сказать два нет короче пацаны вы знаете мне он показался очень зачем потому что местами вот его прям смотришь и чувствуешь пишешь что идея у него посылы чего пишешь что какая-то странная комедия тебе было ощущение что это комедия тимур да потому что реально там реально есть местами моменты которые ноты спайк ли понимаешь ты прям понимаешь что вот он должен был поугарать посмеяться там местами особенно когда знаешь там типа он звонит в конце чуваку по телефону и такой типа раскрывает свою личность и ты такой типа очень смешно спайк ли ха 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 как бы это не комедия ну то есть это некое некое политическое высказывание которое которое в общем то в как какой-то степени можно принять за комедию но это не ха 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 смешно это 你在 страница это как славный марта когда серии тебе ты ручешь и grandparents тебя от henry's not funny H оставать ха 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 но ты знаешь там прикол том что конечно я но там адам драйвер хорошо сыграл у него класс на эту же роль и в целом ты понимаешь что это там моя борьба как бы это важно очень было в тот момент как бы очень сильно я приму что сейчас это все поднимают на флаг потому что очень многие моменты, которые показаны там, они до сих пор сохранились в США. Вот этот расизм бытовой, совершенно обычный, когда тебе просто говорят, типа, ты там ёбаный нидер, как бы. Естественно, конечно же, это отвратительно. Но есть просто некий круг людей, который круг. Знаешь, как зовут сына Михаила Круга? Как? Куклус Круг. Спасибо. Вот сейчас я, знаешь, как Сирия такая просто. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Ну, и ты знаешь, я могу сказать так, что если вы в целом погружены в тематику, следите за ней, понимаете, что... В России таких людей не существует, мне кажется. Я могу сказать так, что я, например, смотрю с человеком, который вообще не погружен во всю эту историю, как бы ещё там страдает ксенофобией бытовой такой, знаешь, и... Вот я разговариваю... Бытовой расизм, я понял, да. Я спрашиваю, ну как тебе только... Типа, типа, вообще... Фигня какая-то, да. Фигня какая-то, да. Я, как бы, поскольку более-менее погружен, я очень сильно слежу там, типа, что происходит там в США, там... Чё там у америкосов? И я более-менее слежу, я понимаю, как бы, о чём это, почему, но оно просто мне не очень близко. Я, например, сравнил в определённый момент, когда смотрю этот фильм, что такого же рода истории, например, могли бы заниматься в России каким-то киргизы. Так. Потому что киргизы формально это примерно вот как негры в США. И только там они, как бы, по большей части являются гражданами США, как бы, да, и поэтому ощущают себя, типа, в праве там как-то там граждански выступать. А у нас там большая часть этих иммигрантов, они как бы нелегальны, да. Они не могут, естественно, выступать, как бы, да, за свои права. Извини, можно я тебе перебью, пожалуйста? Нам занесли... Это просто серьёзная вещь. Нам занесли донат в 50 рублей и написали, что посмотрите клип. И там в клипе вы делаете книга одновременно с Максом. И это так смешно, да, да, да. Я уже это, я уже... Ну, 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 я просто хотел сказать, что, как бы, вот эта ситуация в России, она сопоставимая. Потому что вот совершенно второго сорта граждане в Москве, как бы, к которым относятся именно вот как гражданам второго сорта. Вот там таджики, узбеки, киргизы, которых вообще из людей многие не держат. Ну, ты хочешь сказать, что если бы такой фильм снимали в России, то это был бы Левиафан Звягинцева, только снятый в Москве, да? Идея в этом? Ну, сопоставимо на самом деле. Вот, знаешь, такая борьба, которая, как бы, вроде как успешная, но в финале ни к чему не привела, потому что типа сейчас, спустя там 30 лет, всё то же самое. Якобы. Ну, по... Спайк Ли пытался показать в том числе и финальной сценой то, что якобы там США сейчас вообще всё то же самое. На самом деле это не так, естественно, потому что, конечно, они сделали за 30 лет, там, за 40 лет практически, там, просто гигантский скачок в плане, там, равноправия, там, и прочего, но у них всё равно всё ещё в этом плане там довольно грустно. Но, я могу сказать, опять же, так, что фильм, он отчасти комедийный, но предразумевает, что у вас есть определённый бэкграунд, и что вы всё-таки ну, чуть-чуть вообще следите за всей этой историей. Ещё один фильм, который я посмотрел, знаете, как говорится, и самый идеальный вариант просмотра фильма. Ну? Ты не ожидаешь ни хера. Так. И удивляешься. Так. Вот. Я посмотрел фильм «Звезда родилась», которая старалась. Родилась. Родилась. Это четвёртый фильм в этой серии. А ты сегодня ударился по «Оскаровским» фильмам, да, я так понимаю? Ну, так получилось, правда. Это все фильмы, которые у меня висели внутри... Вишлюсь тебе, да, Эпо. И три раза снимали фильм. Последний раз до этого снимали его с Барбарой Стрейзен в главной роли. И вот, соответственно, его сняли в четвёртый раз. Это режиссёрский дебют Брэдли Купера. Про что кино? Все говорят, что это типа лучший фильм, который они смотрели заботно. Смотри, я ожидал, что это фильм будет, который будет примерно то же самое, что «Багемская абсодия». Ну, то есть я прям... Типа как это, Байопик, да, ты думал, что это? Ну, такой типа Байопик, в котором ты... Ну, как бы про музычку... Ну, типа девочка с нуля там поднимается до... Музыка она связала... Девочка поднимается с нуля до, там, известной певицы, да? Да. Я прям, ну, честно, думаю, что это вот будет такой фильм. Так. Бля, это вообще не то. А про что фильм? Я не смотрел просто. Я тебе очень советую посмотреть, потому что это фильм больше про человеческие отношения, которые, как бы, испытывают... Ну, как обычно. Про любовь. Человеческие отношения, про любовь. Да, которые испытывают определенные, так скажем, испытания. И как они... Как люди проходят эти испытания. Вот. И он очень трогательный. Вот. Я, если честно, когда думал, что, ну, блядь, Брэдли Купер, Леди Гага, ну, ну, бля. Ну, типа, ну, блядь. Мало того, что фильм снят просто охуительно. То есть, Брэдли Купер, я просто в шоке. То есть, там, например, есть много моментов, когда очень крутой монтаж, когда правильно выхватываются нужные моменты, прям вот на долю секунды рассчитано к каждой кадру. Прямо ты прям сидишь такой, ни хрена себе. Типа, ну, то есть, как бы ты вообще этого не ожидаешь. И, как бы, как выверены там, типа, ракурсы, там, вот, ну, прям все очень круто сделано. И там песни, Брэдли Купер, блин, поет, как бы, самый, нормально поет, такой рокер, типа. Ну, и Леди Кака умеет тоже петь, спокойно. Я могу сказать, что она очень шикарно выглядела на Оскаре. Я ее вообще не узнал. Ну, то есть, там был момент, когда показывали Оскар, и, может, помнишь, была гифка, где, как и такая, типа, Томно, так, Грэдли Куперу, так это прислоняется. Я не помню. Короче, в Титере, и все после эту гифку, что типа, ой, это самая лучшая пара на Оскаре, ой, но вся эта история. Я в этом плане вспомнил, а я смотрю, думаю, так, это Брэдли Купер, ага, актер. А кто, че за баба? В этот момент там был охренительный мем, короче, где показано, Брэдли Купер же встречается в очень длительное время с русской моделью Ирины Шейк. Серьезно? Я не знал. Да, у них, типа, очень давно. И там в чем прикол, что есть картинка, где, типа, знаешь, там Брэдли Купер, типа, за руку держит Леди Каку, и они выходят на сцену, и Ирина Шейк такая стоит, танцует, написано, типа, лучшее умение русских женщин дождаться до того, как прийти домой, чтобы вломить пизды. И там просто окей. Короче, и смысл в том, что, когда я слушал на Оскаре, как они пойдут эту песню, «Шеллоу», и там говорят же, это же была самая, это самая вообще Оскароносная. Оскароносная даже. Песня, которая получила больше всего наград за всю историю кинематографа вообще. То есть ни одна песня в истории кинематографа, саундтречна, не получалось такое количество наград, как «Шеллоу». И я так вот думаю, ну, блядь, ну, песня, окей, какого хера, типа, почему все там просто такие охуевают, насколько, типа, это круто. Блядь, я посмотрел этот фильм, и я теперь думаю, блядь, нихуя себе, как круто, что они поют эту песню там. И ты понимаешь, потому что там целая куча уровней вообще восприятия, ты прям, у тебя все эти ассоциации, вся эта история в твоей голове разворачивается, и ты такой, бля, как круто, как бы, и вот это реально классно. Ты впечатлительный, поэтому я уверен, что фильм не такой красивый, как ты расписал. Ты знаешь, у меня много друзей, которые даже такие довольно прагматичные, посмотрели, и тоже людям понравилось. Но многие мне понравилось. Есть люди, которые просто на половине, типа, фильма вышли из зала. Понимаешь? Но я бы, например, тебе обязательно посмотреть, тоже потому, что это то, чего ты совершенно не ожидаешь. То есть ты реально не ожидаешь такого фильма, как бы, и вот какой он будет, как бы, и что будет в конце, там, и прочее, и вот эти... Ну, то есть он реально круто снят, очень хорошо сыграли актеры, и совершенно неожиданный. У меня в планах посмотреть «Зеленую книгу», на самом деле, потому что... Книга! Да-да-да-да-да-да. Слушайте, ну и последний фильм, который я посмотрел... А надо было подптест книжным назвать, я прошу прощения. Нет, ну... Потому что как в Строфильм можно уйти, ну вот, видимо, можно. Ну, короче, последний фильм, который я хотел рассказать, я посмотрел, знаете, такой, типа, как «Расслабон» после «Клановцы» и «Звезды родилась». У меня вот такой, на все выходные, я просто отмокал, короче, и фильмы смотрел. Так. И это фильм, который я видел, как его просто безумно форсили в американском интернете. Просто там месяц, не переставая про него все писали, называется «Crazy Rich Asians». Почему он провалился в Китае? Ну да, он же не пропитался. Безумно богатые азиаты. Да. Так. И ты знаешь, это тот фильм, которого мне не хватало. Это хорошая такая драмеди. Прямо вот, прям драмеди, знаешь, вот типа а-ля... Помнишь, был фильм такой с Сандро Буллок и с Райаном Рейлилисом, где они, типа, там, в заграни... Куда-то ездят там за город, какая-то там свадьба, у них какие-то, значит, там конфликты, но которые конфликты более-менее нормально решаются. Короче, такой, знаешь, такая цапливая драмеди. То есть чуть-чуть драма, чуть-чуть комедии. Че ты ударился по мелодрамам, скажи мне? Ну, я старый становлюсь. Ага, то есть, когда сентиментальный, да, началось. Я же рассказываю, извини, меня там, я посмотрел, алиту, я посмотрел там, типа, какой-нибудь йобу, еще одну йобу, еще одну йобу. А теперь я посмотрел мелодраму. А что ты мелодрамам-то сдарился? И он такой, бля, я тут посмотрел, знаешь, там, типа, хроники городов, там, знаешь, алиту. Не мешай, а то он опять про аниме начнет. По аниме там слезливые смотрю, знаешь, там, вот. Короче, Crazy Rich Agents, пацаны, это охренительный, вылизанный, прекрасная драмеди такая, которую ты смотришь, охренеть, так, знаешь, вот классный колорит, классный юмор, интересный, вообще там, типа, в целом, как бы, забавные какие-то есть моменты, есть прикольные моменты, совершенно не напряженный фильм, который можно посмотреть воскресным днем, когда вот вы хотите просто, знаете, пожевать жвачку для мозгов, умилиться, и он подойдет идеально просто. И он еще со скидкой колорит, ну, сейчас я расскажу, короче, и смысл в том, что это скидка на колорит именно на, по сути, чисто на такой азиатский, то есть очень много чего вам будет интересно, потому что это то, про что не снимут, например, скорее всего, там, в Америке фильм, вот. Фильм очень простой, про то, что есть чувак, и девушка, девушка работает профессором по экономике в университете, молодая азиатка, у нее там, типа, семья из Китая, когда-то приехала, а она, типа, выросла вот в США. Почему безумно богатые? И чувак, короче, ей берет и говорит, типа, что, ты знаешь, мы с тобой уже год встречаемся, надо поехать, короче, на Дальний Восток, она говорит, куда, в Куинс? Да он говорит, да не, не, не в Куинс, надо прям на Дальний Восток поехать. Я говорю, да ты что, блядь, в Джерси? На хуя нам в Джерси ехать, пиздец, чувак, ну ты, ты опять вот этот ебучий ресторан захотел? Он такой, да не, нет, я хочу, чтобы мы в Сингапур поехали. А, Дальний Восток, я почему-то потому, что мы в Владивосток поедем. Куда, блядь, какой Сингапур? Ну, типа, он говорит, я хочу познакомить с родителями, у меня там, типа, друзья свадьбы устраивают. ну, ну, типа, ну давай поехали, короче. Приезжает в аэропорт, там им, типа, берут чемоданы, их вытаскивают, мы все для вас сделаем. Он говорит, не, не, вы ошиблись, мы эконом-классом летим. Они говорят, не, нет, типа, вы не летите эконом-классом. Короче, она садится в итоге в самолет, и он ей рассказывает, выясняется, типа, что он там, более-менее богатый чувак. Когда она приезжает в Сингапур, она понимает, что не просто богатая, он из самой богатой семьи Сингапура. И он, типа, наследник вообще там, типа, какой-то адской империи, многомиллиардной, короче. И у нее начинается эта история, что ее начинают там все жестко прессовать, потому что, ты кто, блядь, такая вообще? И, типа, мамаша приходит, говорит, ты нам не подходишь. Говорит, ты чего, блядь? Говорит, все, иди находит. Здравствуйте, женщина, вы кто? Ну, типа, такого, как бы, и там вот, и так, как бы, все еще накладывается на какой-то прикольный юмор, на то, что, типа, чувак нормальный, и все это вертится, 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 и там довольно интересный сюжет потом, в итоге, закручивается. А почему пушили этот фильм? Блядь, ты как маленький-то, я не понимаю. Ну, я хочу, чтобы ты мне весьма как маленький. У тебя берут азиаты, снимают фильм только про азиатов, где ни одного белого человека, где унижают черных, ебучих индусов, которые работают исключительно только чернорабочими. Но если ты снял фильм, и ты только азиат, ты не белый человек, то ты можешь, блядь, хоть негров, сука, расстреливать там, понимаешь? Потому что ты же не можешь быть расистом, ты же азиат, понимаешь? Так азиаты белые. Расстрел, Дима, расстрел, прямо сейчас. Газовую камеру у вас, Дима, Дмитрий. Короче, я могу сказать так, что пацаны, фильм очень понравился как хорошая жвачка. Если вам реально не хватало вот такой хорошей драмеди, забавной, и такой типа местами такой трогательный, как будто прям я советую посмотреть. Вот серьезно. Вот, короче, это то, чего смотрел я. И мы с Димкой еще досмотрели настоящего детектива третий сезон. Да, я могу сказать, что настоящий детектив третий сезон, у меня от нем, знаешь, с каждой серией у меня менялось, менялось настроение, менялось впечатление от этого сезона. Я уже говорил в подкасте, что мне кажется, что это вообще лучший сезон, который они сняли. В середине сезона как-то немного они сдали вот этот накал. Я такой, ну что-то, ладно, надо будет потом досмотреть, когда он там выйдет. Вот вышла концовка, я могу сказать, что многие написали в интернете, что это худший сезон, он говен и снятый, и мы хершалали говен и играет. Ну, короче, спустили всех собак на этот сезон. А я могу сказать, что с этим чувством надо пережить, просто на следующий день сравнить свои впечатления после окончания. Во-первых, сезон закончился не так, как все хотели. По сути, я не думаю, не будет, что большим спойлером сказать, что все не так, как кажется в этом сезоне. Очень клево связали первый и третий сезон, это реально очень хорошая такая отсылочка. Но, наверное, фанаты настоящего детектива, мне кажется, для них это будет самый нелюбимый сезон, вот серьезно. он очень хорошую статью, разбор написали на ДТФ, в котором главной мыслью, рефреном, отличная мысль про весь этот сезон, что настоящий детектив третий сезон, это не детектив. Это сериал, не про детективную историю, это только фон. Да, то есть детективная история является просто фоном. Дело в том, что Ник Пиццалата очень хотел снимать про людей, ему очень хотелось снимать про отношения, про людей, и если, как бы, в первых двух сезонах он больше упирался в детектив, то здесь это не детектив. Его можно переименовать не в настоящий детектив, а в переживание настоящего детектива, я бы это так назвал. Там даже очень забавно то, что раскрывается половина карт, так скажем, на половине сезона. То есть ты уже даже понимаешь, что произойдет уже на половине сезона. Тебе буквально в предпоследней серии тебе рассказывают, как все было. Да, и тебе при чем рассказывают, и самое главное, что ты в итоге понимаешь, что там действительно все не так, как могло подуматься, и там самое главное, наверное, рефреном, я без раскрывания подробностей, что разочарование главных героев, которые в итоге, как бы, свелось все к одной фразе, что, а что мы делали все эти годы-то? Это вопрос меня время-тремни посещает, когда мы пишем за срока. Да. И дело в том, что я как раз когда написал о том, что мне очень понравился третий сезон, естественно, мне тут же пришли все бомбящие фанаты, потому что, блядь, ну как, как это так тебе понравилось, если мне не понравилось, а тебе тоже должен был не понравиться. Да, да, это частое время. А ну-ка, сука, ну-ка, быстро, чтобы тебе не понравилось, блядь. Ну быстро написал, что это говно, да. Ну это то же самое, как я про Антон пишу, что в Антон оказывается можно играть гораздо больше, чем в Mass Effect Andromeda, мне пришли люди и говорят, что нет, в Mass Effect Andromeda было заебись, а тут-то говно, я не играл, ну говно, конечно. Ну это просто мне очень нравится, знаешь, когда-то реально, типа, нет, сука, ты что, охуел, хвалить, как бы, нет говно, и люди реально ждали, как бы, что это будет история, как в первом там сезоне, или там хотя бы, как во втором, но лучше, а это не то, это вообще другое, это реально такая мелодрама и с подвывертом таким, типа, да, где там три таймлайна, где тебе показывают героев, как они переживали, как они жили, что между ними было, и ты действительно понимаешь, что здесь основным рефреном является то, что это же, это же, блин, не детектив, ты просто должен пережить с этими людьми то, что вот пережили они. А ты давно смотрел первый сезон? Давно. Когда он выходил, да? Да. Я тут пересматривал сцены на ютубе чувака, который вайс-крэг, если знаешь такого, он рассматривает медиа, вообще, в принципе, фильмы, кино, сериалы и прочее с точки зрения психологии, он какой-то там то ли дипломированный психолог, то ли он учится на психолога, то ли он там какой-то профессор психологии, я не знаю, ну, короче, он с точки зрения психологии разбирает медиакультуру. И вот он рассказывал про первый сезон настоящего детектива, что, в общем-то, это тоже не детектив, это умело притворяющаяся драма, драма про отношения, которая умела притворяется детективом, в общем-то, в этом истории. Ну, и я могу сказать так, что, на самом-то деле, конечно, мы, если вы вдруг не смотрели, то мы вам можем посоветовать, но, чтобы вы не ожидали от него того, что это, типа, повторение, там, первого или второго сезона. Это совершенно... Причем, причем это специально сделано, то есть он, он оставляет такие отсылочки к первому сезону, и ты постоянно ловишь себя на мысли, что, блин, это же как в первом сезоне, охуительно, а нет, не так. Кстати, вы знаете, я в свою очередь могу его сравнить, как ни странно, мне кажется, что это хорошее было бы сравнение с острыми предметами, потому что острые предметы формально тоже не являются детективом, как бы, то есть многие его сравнивали с труд-детективом, и говорили, типа, он очень похож, как бы, но он тоже был больше не про разгадывание тайны, как бы, а про вот отношения, про то, как люди там смотрят друг на друга, как они переживают от их свои какие-то проблемы, как каждый из них сталкивается с теми или иными вещами в жизни и как на них реагирует, я могу сказать, что вот в этом плане он похож как раз и на острые предметы и на другой сериал того же самого создателя, который маленькая большая ложь. Но, ты знаешь, можно понять фрустацию фанатов, потому что, ну, камон, тебе сериал назвали настоящий детектив, ты хочешь увидеть детективную какую-то историю, то есть ты хочешь, так вот, что этот клубок был распутан, а в итоге он распутывается просто, ну, никак. Ну, то есть он как бы заканчивается, да, ты понимаешь, что все происходило, но это не та история, в которой тебе интересно, скажем так, чем все закончится, тебе интересно наблюдать за персонажами, тебе даже этот момент с женой, когда показывают постоянно его жену, главного героя, ты сидишь и думаешь, она же никакого отношения к сюжету, по сути, не имеет, ну, то есть она очень опосредованно, в самом конце имеет какое-то влияние на историю, весь сезон, очень нужна для развития сюжета, для определенного момента, когда герою нужно было сделать выбор, да, это вот, это произошло в седьмой серии, а всего в сезоне восемь серий, ну, то есть как бы, камон, она весь, весь сезон, она просто, как вот, не пришей пизде рукам, что называется, она просто не нужна, но, ну, да, это же, кстати, но момент, момент в том, что не показывая жену главного героя, довольно тяжело, наверное, объяснить его мотивацию в некоторых моментах, ну, то есть, здесь тебе рассказывают конкретно про жизнь детектива, да, может быть, он и не самый хороший детектив, как выяснилось, вот, но история, на самом деле, настолько интересная, что, ну, мне было интересно наблюдать, мне кажется, что эти восемь серий мне прямо вот очень хорошо зашли, но у меня, наверное, все-таки, я назову лучшим сезоном, наверное, все-таки первый, вот, из всех трех, вот, многие говорят о том, что, типа, второй сезон хуже, но мне второй тоже нравится, а третий сезон, ну, он классный, но он классный по-своему, то есть он очень сильно не похож на то, что мы видели до этого, так что такое, да, слушай, но мы хотели еще припомнить тут с Максом, вы будете смело, пацаны, 20 лет, одной из лучших игр, вообще, как бы, в мире, это, герой 3, Heroes of Martin Magic 3, и как вы, мы сегодня выяснили, что Дима в них не играл, не вообще ни в каких, ни в первых, ни во вторых, ни в третьих, ни в четвертых, ни в пятых, ни в шестых, ни в каких героев я не играл, вот у него нет души, понимаете, когда ты говоришь, не вложил мне боженька душу, не играл, я в Герое 4, не слышал вот это все, не слушал эту музыку, не играл в Герое 3, я могу сказать так, что пацаны, на самом-то деле, у меня знакомство с героями, вообще, в целом, было следующим, у меня пудру года, который был мой доклассник, у него был комп 386, и мы на нем играли в Worms 1, в Heroes 1, и еще во всякие там, типа тоже такие игрухи, еще в DOS, вот, а Heroes 3, это было вообще же какое-то откровение, просто нереальное, и вплоть до того, что я помню, как я, когда у меня был комп, у меня был Pentium, причем там что-то было, это типа 140 МГц, и 40 МБ оперативки, и 600 ГБ, 600 МБ был вот это, жесткий диск, и я на нем вычищал всю винду, все доки, либо вообще все, что только было можно, чтобы высвободить 450 МБ, для того, чтобы поставить Heroes 3, и то, например, я не мог поставить никаких хирусов, кроме голых, которые возрождение Иерафии, и все, то есть никаких других нельзя было поставить, дыхание смерти было нельзя поставить, и я могу сказать, что это была одна из любимых игр, потому что ты в ней мог проводить просто совершенно бесконечное количество времени, и для друзей, вот этот ход Сид, конечно, он был просто безумный, мы морду друг другу били, за то, что ходы подсматривали, поэтому вот это была, конечно, вообще песня. У меня... Слушайте, ну да, я могу сказать про третьих героев, что эта игра, она вечная, по той простой причине, что это можно сравнить третьих героев с хорошей настолкой, то есть, понимаете, некоторым вещам не нужны модификации, они вечны в том состоянии, в котором они есть, и вот третий герой, они настолько хорошо отточили формулу такой типичной ДБСки 90-х, потому что, ну там все абсолютно ходы, которые вы можете встретить в миллионе других игр, по большому счету, в 90-х годах, которые выходили, но это самая удачная компиляция лучших этих ходов, и я до сих пор держу на абсолютно всех своих ноутбуках третьих героев, потому что, когда ты там сидишь и транслируешь какую-нибудь ужасно скучную конференцию, на которую тебе насрать, сигнал с камеры идет нормально, а ты сидишь и транслируешь это говно и нажимаешь, и тебе кайф, и ты построил только что капитолий, потому что он приносит золото, то есть, вот все вот эти мемы, вот эта народная любовь к героям, она взялась не напрасно, то есть, у нас есть странные какие-то девиации в нашем национальном геймерском сознании, российском, это Денди, это полный пропуск не Денда 64, который у нас, ну просто никто не знает, это, я не знаю, страстная любовь к фулауту, которую на самом деле, ну на западе считают очень странной игрой, и в общем-то... В России еще Baldur's Gate очень любят тоже. Да, но Baldur's Gate еще все-таки любят на западе, а фулаут это реально наша локальная девиация, потому что на западе фулаут очень многие узнали только с третьей части, сорян. Ну как Bethesda и выпустил, да. Да, а третьи герои, это та игра, которая реально, ну она заслужена, популярна, потому что ее геймплей не потерял увлекательности, ее геймплей так никто не превзошел в этой серии. Были четвертые, очень спорные, были пятые от Невала, они были неплохие, но все равно... Они были очень Bear Bones, они даже были похожи на первых вторых героев больше. Да, да, да. И если уж сравнивать, если что-то такое приблизилось к третьим героям по атмосфере и долбанутость и легкое, это был наш отечественный King's Bounty, который делали создатели космических рейнджеров. Которые я, кстати, играл. Ну считай, что ты играл в третьих героев, потому что по факту это такое тревью. Я могу сказать, что я пропустил всех героев, но King's Bounty я играл по-моему в Принцессу в доспехах или как так она называлась? Armored Princess, но да. Так, я могу сказать, конечно, я на маке все время старался третий героев достать и есть там какой-то DOSBOX какой-то непонятный у них по-моему моды. А еще есть же вроде как новая версия у Ubisoft и но это нестойная мастер я думаю, почему же они никак не его не прогонят теперь через ней Россия те, как бы чтобы не сделать герой 3HD, кстати в раппер который в общем-то позволяет запускать на современных машинах вполне пристойно но суть о том, что если вам страшно и вы никогда не играли в третьих героев а я вполне верю что среди наших слушателей таких немало даже учитывая демографию банальную и вы боитесь что игра старая и она вас не увлечет окей правильно бойтесь нет она и правда старая может я серьезно если вы не успели на этот поезд я согласен но тогда можете попробовать Kings Bounty Armored Princess потому что это в общем-то максимально близкое что можно получить и игра до сих пор выглядит и играется очень современно я все еще не понимаю почему не сделали вот таких героев на айфон учитывая что они есть на айпаде же по-моему вроде бы по-моему они есть на айпаде как раз на айпаде а на айфоне почему-то на больших айфонах их не сделали хотя есть уже давно айфоны которые там 5,5-6 дюймов с хером понимаешь как бы уж можно было бы сделать я помню что были пиратские герои которых делали люди буквально на коленке портировали короче но их потом выпилили тоже вот ну ладно пацаны давайте расскажем еще о том какие интересные статьи мы прочитали на прошлой неделе тут замечательная статья на ДТФ которая называется как менялись игры при разработке смена курса и из этой статьи вы можете узнать замечательные истории о том как фоллаут был про киберпанк с динозаврами Тиф был про зомби коммунистов Квейк был 3D файтингом а Бэтмен был вдохновлен ритм играми огромная просто гигантская простыня в которой рассказывает о том как происходили ну как разные игры меняли свои свои концепты буквально на стадии разработки мне очень понравилась история о том как у Соника была живая девушка и он играл в рок-группе и от этой концепции пришлось отказаться потому что ну хочется какого-нибудь более более такого кинд кидс френдли что называется персонажа поэтому от рок-групп пришлось отказаться а Соника живой девушкой тоже отказались и сделали ему такую фури как как он сам в общем-то вот слушайте еще одна статья которую я хотел бы подсказать вам это довольно хороший перевод мы просто стараемся иногда говорить вам ну как бы про статьи на английском языке но не все знают английский вот и на хабре один из пользователей перевел статью с артехники где они взяли интервью у Лукаса Поупа Лукас Поупа это довольно известный инди-разработчик который сделал игры Пеперс Плис и в общем-то про Обру Дин который мы тоже кстати не так давно сняли вот и там классное интервью про всю его там карьер включая то как он даже работал на Uncharted 1.2 на секундочку и в общем-то у него там очень солидный послуженный список интервью очень большое он рассказывает огромное количество подробностей там про различные платформы про то как он там всякие механики выдумывал там про геймплей про геймдизайн и про все все короче обязательно почитайте статья но и здесь что она правда очень длинная либо на русском либо на арстехнике на английском оригинал да да такие дела это именно лонгрид говоря кстати про Naughty Dog и Luxo Polpa тут Naughty Dog же впихнули небольшую пасхалочку которую Polpa в свое время очень обрадовала в 4 Uncharted там помните когда вы попадаете на рынок вот этот момент и на рынке есть паспортный стол так вы можете зайти в паспортный стол посмотреть на очередь и да очереди здесь конечно мощные могло быть хуже в смысле могло быть как в Арстоцке и это прямая отсылочка я почему это говорю потому что третья наша статья посвящена 4 Uncharted и она мне дичайше понравилась как любителю симуляторов она называется на стыке реализма и веселья как работает модель передвижения автомобиля в Uncharted 4 это геймдэловская статья которая будет интересна наверное всем геймерам как Naughty Dog находили баланс между тем чтобы джип вел себя относительно похоже на джип в 4 манче и в то же время он вел себя достаточно аркадно чтобы не напрягать игроков там куча всяких инсайдов там куча классных гифок поэтому обязательно посмотрите она не очень большая но очень познаватель да ну и под конец мы опять же хотим поблагодарить всех тех замечательных людей которые считают нужным поддержать наш проект потому что именно благодаря вам мы в общем-то еще существуем что-то делаем и умудряемся не проебывать все полимеры вот и в первую очередь конечно мы хотим поблагодарить тех людей которые ну так скажем нам заносит больше всего денег на патреоне это Алекс Вудблог Александр Павлов Алексей Кольцов Антон Жмуров Back to School YouTube канал про фотографию от которых мы используем как раз таки заставочку в начале Дис Джекет FixProtrader.ru Григорий Яффа Иллюжен Иван Ткачев Джагер Меш Алекс Колов Мистер Берни Мясоедов с Фэмили Орех Опекс Реплей Гейм Кафе в Санкт-Петербурге Роман Космодемьянский Руслан Азнобаев Сергей Селезнев Валентин Грунский Варвара Яффа Виктор Тенн Виталий Данилин Владимир Ходоков Владислав Сульянов Вова Стельмачук Зив Алексей Пазников Женя Тонев Ильшан Харулин Михаил Аронов Сергей Зарк-Клименко Спасибо вам, Пацаны, что заносите Огромное спасибо Могу сказать, что я слышал пару новых имен Спасибо вам большое, чуваки которые подписались на нас на патреоне Я просто хотел еще проитерировать что обязательно подписывайтесь на наш YouTube для того, чтобы вы могли посмотреть наше замечательное шоу Если вы вдруг не знаете мы теперь по пятницам стараемся выпускать по вечерам наше шоу, которое еще раз в 25 раз повторяем потому что не все до сих пор еще поняли что оно транслируется только на Twitch выходит только на YouTube В записи Да, в записи Аудиоверсию вы можете послушать у нас на патреоне или если вы являетесь подписчиком YouTube премиум, собственно то оно вам тоже будет доступно в онлайне послушать Вот И, в общем-то, подписывайтесь на наш Twitch потому что по большей части мы будем стримить теперь в нем а на YouTube выкладывать наши записи Да Да, к сожалению мы планируем, в общем-то, на Twitch перебраться полностью Да, но мы как бы пока что думаем смотрим, чего как вот, но, как бы, цифры говорят Мэйсон сами за себя Да, да, да Так что, надеемся, что мы скрасили ваш понедельник, если вы нас слушали в онлайне и, соответственно... Или вашу среду, если вы нас слушаете в записи Я очень надеюсь, что до среды я это смонтирую Да, заносите на Patreon приходите к нам на стримы и, в общем-то, мы всегда вам рады надеемся, что и вы нам рады и теперь нам еще рады рекламодатели Покупайте чемоданы в план чемоданий и заводите брокерский счет в Тинькофф банке Давайте, до следующего раза Всем пока-пока Ей!